Кстати, хочу обратить ваше внимание, что изи без адептов, что называется. Продолжение следует... Так, ну что, ждем live, пока стрим VCS не начался еще, конечно. Вот. Беру на всякий случай стрим Steam Liquid. Кстати, на кипбете хочу ваше внимание обратить, есть ставочки на данные матчи. Блай против Dyship. Блай суперфаворит, хотя Dyship проиграл. Как это вот так вот они определяют, я не знаю, если честно. Здесь у нас Vortex суперфаворит с Firekick. По-моему, изи здесь Firekick надо заносить. В общем, Vortex хоть и крут, но Firekick играл все это время. Нам Шар навряд ли шоу-таймы зашатает. Гуру Харстом, ну да, здесь как бы ровно, более-менее, наверное. Но мне кажется, Гуру фаворит все-таки. Дальше может Блай зашатать, конечно, но против своих ставить не очень, во-первых. Во-вторых, я верю в Блайа. Вот. А вы уже решайте, что вам надо. Ждем начала. Вас же я всех приветствую. Благодарю, как обычно, за поддержку, за все-все-все. Сегодня поддержка была уже неплохая. Спасибо всем за это, ребят. Вот. Спасибо о вас, ГГБРО. Спасибо, пацаны. Поболеем сейчас за Блай немножечко. А дальше что? Ну а дальше сегодня, видимо, ничего. Завтра уже что-то будет, наверное. Посмотрим. Шоу-мачку потом сегодня. Продолжение следует... стрелком давно это было туда до стрелка этому игроку как до луны пешком поэтому все в порядке сейчас зовет одену кухту носки чуть прохладно оттенок и и и и и и Так, всё, я здесь вернулся. Вот они, нормальные носки, черстяные. Насчёт призовых за квоту я не уверен, но если ты проходишь сейчас на финалы, то ты уже в Катовице бьёшься, а в Катовице если ты пройдёшь один тур, там РО-32 попадёшь в РО-16, там уже 6000 баксов, по-моему, призовой об этом говорили. То есть это серьёзно. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Зовите всех сюда, ребят, здесь не какая-то шляпа, а самое что ни на есть главный турнир вообще в году. Ну, этот-то не главный, это одна из его частей самого главного турнира в году. Отборочная на ЕМ Катовица, которая часть ВСС является сейчас, частью ВСС сейчас является. Вот, пройдет он, не буду врать, какого-то там в начале марта, по-моему, то ли 3-го, 6-го, то ли 4-го, 6-го. Вот, и если Блай выиграет 2-2 матча, то он пройдет. То есть тут как, либо по Венерам 2 матча выиграть, просто сыграть 2, либо в Венерах слиться, чего не хотелось бы, и по Лузерам 2 сыграть. Либо выиграть 1 в Венерах, потом 1 слиться и в Лузерах сыграть. Какой порядок, не важно. Главное, важно выиграть 2, либо 3, все. Нет, нахер, к сожалению, я никого послать не могу, телевизор, приятно. Так как стример-то я неофициальный, но... Супу в игре остаться могу, как бы, вот так. Просто если будет дальше хост, а не было, он может меня кикнуть, просто вот в чем грехов. Вот. Вырывается Блай на лингах. Вовремя подстроил, начинает подгрызать Дайши. Вот особенно если Блай будет выигрывать, у Дайши может начать пригорать. И это будет совсем печально тогда. А матчап, то есть там у нас ЗВЗ Вортик сыграет. Там еще кто-то, по-моему, еще там есть ЗВЗ или нет, еще я не помню. Но Блай, Дайши, матчап выглядит очень привлекательным. Чем? Это единственный тиран вообще на турнире, представленный Дайши. У Блай великолепнейшая ситуация сейчас. Спайр! Пошел. Пошел. Ну что, Блай тут отбивается достаточно легко. Спайр практически готов. Еще одного Марика подлезло. По потерям, смотрите. Ну, Блай тоже потеря. 25 лингов, конечно. Тут начинает Викинг и Оверов шатать. Но самое-то главное, что у Дайши вообще ни хрена здесь нет, кроме одного Либератора. Он не знает, что спайр у Блай есть. И он вообще не представляет. Сейчас 7 удалецков строится. У Дайши 6 Мариков и 1 Викинг. Это 1-0 абсолютно точно здесь. Я даже практически уверен. Дроп прямо в лингов. Это ошибочный дроп, мне кажется. Дайши теряет Марика. Блай прилетает. Начинает Медивак шатать. Медивак. Блин, успевает улететь в Медивак. Неприятный момент, конечно. Но ничего это не значит. Абсолютно. Викинга сразу же Блай сбивает. Под мариками дерется. Зачем ты? Блай так мутут в стэк. Как можно так вообще ситуацию? Как эту ситуацию можно так было просто просрать, что называется. Блай-блай. Просто лети в любое другое место, но только не сюда. Но только не сюда. И все будет замечательно. Муталисков все больше и больше. Пять. А нет, пять. Пять заказано. Ну, строят Блай муталисков. Так, пытается подшатать. Циклончик есть. Циклончик мутку минусует. Одну. Либератор пытался гнаться. Второй либератор. Дальше. Реактор похож. Мутки еще вылетают. Три штучки. Семь плюс два. Девять в итоге. Блин, вот я накаркал-то. Реально, блин. Как... Ну-ка, сами знаете правила. Блай, что ты творишь? Блай, что ты творишь? Муталиски теряются у Блая. Еще пару штук. Он теряет сейчас. Неприятно. Но лимитов все равно больше. Третью он раскачивает. Ручей заказывает. Ситуация, в принципе, нормальная для Блая. Нарисши собирается выход, насколько я понимаю, сделать. Блай обязательно. Нужно успеть реводжеров добавить к этому выходу. Обязательно. Без реводжеров отбиться он не может. Просто потому что там либераторы. Блин, у Блая соплайбров. Блок. Ну что за бред-то? Так. Фаербольчик пошел. Фаербольчик никуда. Королева падает. Все тут у Блая падает. Где же реводжеры? Блай. Закажишь ты их, пожалуйста. Муталиски в контр-выпад поведут. Неужели стимпак сейчас отменит Блай? Если отменит стимпак, это будет очень великолепно. Стимпак отменяет. Это круто. Муталисков в это время отдает. В это время реводжеры где-то на второй базе стоят. Роучи на муви уходят у Блая. Где контроль-то? Где Блай контролит в этот момент, когда нужно контролить? Именно здесь. Так. По танкам фаерболы пошли. По либераторам пошли. Блай забирается. Либераторов минусуют. Танки минусуют. 70. Так. 80 на 70 по лимиту. С горем пополам я бы назвал это так. Блай здесь отбивается. Рабочих потерял немерено. Нервничает. Вижу. Вижу по контролю, что нервничает. Так. Заходит Блай на рамку. Фаерболчики по танкам пошли. Нет. Не стоит сюда ломиться. Третью ЦЦшку Блай не видит. Да. Он просто третью не видит сейчас. А вот это уже провал. Здесь три мула добываются. Вот их бы сбить бы сейчас, эту добычу. В итоге у Дайши великолепная ситуация. Вот хорошо хоть стим отменил сейчас. Так. Дробщик от Дайши. Ну, кстати, я помню, я Дайши очень много раньше на ладере трепал. Он вообще раньше очень теплый был. Вот. У него из-за этого может пригореть может, что, ну, типа в игру не пустят. Так. Холли Ордера. Какая там задержка? Транс Юза нет, но Медивак Блай сбивает. 45-52. Парабам у Блая как-то очень все печально. Здесь Марики просканил Дайши. Мариками бывают Криптумеры. Блай изобревает трех Мариков сейчас. Третью ЦЦшку Блай не видел. Вот в чем проблема-то. Сейчас ему нужно обойти просто и убить третью. Дайши идет вперед. Блай видит сейчас Дайши. Заходи же. Вот он сзади находится. Блай, ну где же ты бегаешь-то? Вот он наконец-то заметил, развернулся. Оверов Дайши наминусовал. Соплай блок сейчас будет. Файерболл там прошел по одному Марику. Все же Блай попал. И по Роучим по своим Блай попал, что самое главное. Передрог сейчас на вторую базу. Медивак нужно Блай фокусить. Он это делает. Молодец. Дайши улетает сразу же. 137-123 по лимиту. Стимпак почти что готов, но не готов еще. Ну что, Блай выдвигается. Сейчас Дайши. Наксилна Героучи принимает. Заходит. Третью-то спали хату Блай. Сцшку. Вот она уже тысячу лет, как есть. Так, Файерболлами, кстати, убил сейчас Блай. Самое интересное. Медивак. Так, Дайши пытается Блай обойти сбоку. Обходит сбоку. Кстати, и Блай уже и не выйдет отсюда нормально. Но Блай может зато подраться нормально. Но почему Роучи сзади не подходят, которые дома стоят? Я вот этого не понимаю сейчас. Блай дерется под танками Дайши. Так, Дайши разваливает из-за этого. А его еще не слабо. 89, 112, 1, 0 Дайши, ребятки. Похоже на то. Не получилось такую игру отдать. А с такими таймингами. 30 рабочих Дайши на 45 Блай. Ну, а вот смотря эту игру, я понимаю, что Блай был абсолютно прав, говоря о том, что ЗВТ у него слабенькое все-таки. Потому что он не может реализовать преимущество. А это уже говорит о том, что дальше что-то... Какие-то проблемы в матчапе есть. Это разгром, ребят. Смотрите на потери после такого начала. Просто гигантские эти. КОНЕЩИЯ 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 Продолжение следует... 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 Тут уже дело не в этом Смотрите, кого хотите Два эволюции Убираем Семь муталисов Ну, как и в прошлой игре Семь муталисов Летит прямо на медивак Блай прилетает Смотрите Хорош Как удачно Блай врывается Сейчас, ну Блин, сколько мариков Много узкого дропнуться А, ну контроль великолепный Абсолютно без потери Блай сейчас все выбивает Очень удачный врыв сейчас Очень удачно Блай сейчас залетел Вот так вот и принял здесь Дальше юнитов Зачем Блай сейчас врывался на рампу Вот единственное Для меня просто загадка Если честно Так, пытается Либератора Блай убить Либератора убивает А вот это уже хорошо Вообще Почему? Потому что Вот один муталиск потерял Он одного муталиска Либератора убил Медивак и восемь мариков В нем абсолютно точно Что-то уже мутка Хорошо сработала Вот И Это круто Просто вот сейчас Что может быть? Просто сейчас вот может какая ситуация быть ГГБРО поддержал ваш канал на сумму 200 рублей ровно Плодитесь и размножайтесь Кусайте свои жертвы Стремитесь к своей победе Я с вами ужасные зерги Спасибо ГГБРО Тебе большое Просто какая ситуация может быть? Сейчас вот Блай выиграет И там начнут машнить Там как бы дальше Какие-нибудь Весь же буржуй И там их судьи будут На его стороне Как бы например Потому что как бы До сих пор Некоторые машнят Что у Блая Типа вот он там В стриме какие-то палит Хотя Блайного Ну хотя после Дримхака Второго места Сейчас успокоятся По-любому Все это всегда всплывает Да как бы Весь этот бред Как бы Все это гнилье Вот Ну я думаю Что все нормально будет Не будем Заморачиваться сильно об этом 1-1 у Блая Милишной игры Так здесь Оверы уже не прикрыть Циклона Убить не получилось Викинги прикрыли Немножечко циклона Плюс туретка Здесь было Не надо было наламываться Так вырывается Блай Вот два реактора Строются С них ТП мало Блин вот реактор Это приятно выбивать Когда у них ТП только Появляется Пытается викингов Вот забрать Блай Забрать не получилось Здесь Марики ловят Ну вот как-то тут Блай Летает так опасно Самое интересное Что Блай не в Роучерах Реваджерах Играют А в Милишной Грейды В лингов Переход в Ультралов Он сейчас играет Мутку нужно Вообще Как зеницок Оберечь Потому что Мутка сейчас Блаю Дает возможность Жить вообще Как бы Летать Харасить Дайши Тяжело выходить При таком раскладе Сейчас еще раз Блай Пытается Прохарасить Дайши Минус Муталиск Циклона не выбил Попытался выбить Криптумеров Буквально пару Тройку Не Четыре Криптумера Забейте Все Давайте не будем Это обсуждать Смысла в этом Нету В интернете Ничего не сделаешь С этим Понимаете Если кто-то Тупит Не Не Образумите Его Просто Так Как Не в Интернете В реальности Так Ну что 5 Муталисков Строить Еще 2-2 Пощи доделаются Адреналин Ультралис Каверн У нас тут Строится Я просто Реально Беспокоюсь За то Что потом Какие-нибудь Гнилые темки Начнут Появляться Там Трали-вали Стримеры Все неофициальные Как бы Да еще Наглеют Без задержки Былай там Стрим Полить Мук Да еще Что там Такое Да и Нахрен Как бы Это Это Уменьшает Шансы На то Что Как бы Вообще Когда-то Там А я уверен Когда-то Договоримся Что Ну Что В игру Можно Будет Раз Сейчас Уже Немножечко Все С мертвой Точки Сдвинулось Нужно Дальше Сдвигать В итоге Так Муталиски Здесь Летают У Блая Инфестеры Дома Блая Принимает Все 3-3 Грейды Заказано Как же Блай Сегодня Меня с Грейдами Радует Неужели Блин Так Блай Ну Хотя У него С Протесом Стиль Что Грейды Делать Не надо Ну Вот Такой Стиль Мне В Тысячу Раз Больше Нравится Посмотрите 3-3 Милишная Адреналин Ультрала Мармор Ультрала Ультрала То есть Вообще Нет Ультрала Закажи Блай Что Нибудь Вообще Ёма Ультралисков Можно Заказать Грейд Распай Почему Ничего Не Заказано 1800 На 1000 Блай Что Тут На Что Так Выход Пошел 5 Ультрала Блин Они Долго Делаются Вот Что Опасно 39 Секунд Они Делаются Дальше За эти 39 Секунд Уже У Блая Немножечко Отвлекает Микос Выкидывает Циклон Тут Подфокусил Ультралов Остается Там 10 секунд До выхода Ультрала Но 10 секунд В Старкрафте Они могут Все решить На самом деле Так Приходят Линги Беллинги Блай Не отдавай Ты Лингов До готовности Ультралов Ну зачем Ты так Делаешь 5 ультралов Выходит Сейчас Так Трансюзы Есть Нужно врываться Но здесь Либераторы Есть Много Что здесь 172 151 Муталиски Возвращаются Очень важные Муталиски Для этого боя Блай Сминает Дайши Неужели Он сейчас Его выиграет За вот это Подтянул Блай Немножечко Сейчас К Дайши Подготовился Очень четкий Прием Пошел Сейчас Муталисков Добавил Очень Необходимое Количество 98 170 В итоге По лимиту Еблая Уничтожает Просто В хлам Две Пишет Дайши Так Ребят Спасибо Всем еще раз За поддержку ГГБРОТИЕ Спасибо большое Уже Так Давайте посмотрим Кто у нас Там Далее Харстен Против ГУРУ Тут бьется Кстати говоря И кто победит Попадет На Блая Сейчас Это очень Круто Дальше По Дальше Видимо Продолжение следует... 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 Так, что дальше смотреть? Блая против Харстона. 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 против вортикса. Вот, ребят, я говорил вам, ребят, ну, Блай победил, я говорил, что против своих не надо ставить. Не надо. Здесь я думал, что Гуру победить, но все-таки победил Харстом. Так, боюсь, что Блай не начал, главное. Ну, вот фаеркик против вортикса, то, что на фаеркика не фаворита нужно пилить. Я вам уже говорил, ребята. Почему? Потому что фаеркик сейчас, он реально на огне, просто он огневой сейчас, торт. Он очень хорошо играет. Вортикс, он крутой, но все-таки так вот взять и за инактива выйти, поиграть меньше месяца и всех забреть, тоже нереально. Вот. Блай Харстом, фаеркик, шоу тайм, за квоты матча. То есть, сейчас играют они, проигравшие будут вот здесь, вот биться соответственно, друг с другом. смайлика дня за Блай, Блай он фаер. Вот так вот. короче, давайте смотреть. часов с 8 утра, до к 8 там нет ничего вроде утра, не? Сейчас я посмотрю, погоди. Так, тимликвиды закрою лишние. Дингрид 12 часов. В 9 вот начинается дингрид. Вот единственное, что начинается у нас, но вопрос в том, что просто мне нужно будет забрать завтра в поликлинике анализ крови, понимаешь, мне нужно это сделать либо до, либо после уже как бы. То есть, а после может поздно кончится пролига, например. Хотя, поздно она не кончится, скорее всего. ESL Кайларис. Я надеюсь, не будет кикать меня на ESL Кайларис. Вот. Так. И вот. Субтитры создавал Dima. Напротив нам шара знак вопроса Неизвестно с каким счетом его шоу-тайм провал, видимо, поэтому так и обновили Греги Клайд, привет ХЗ С Реву вернули, так не знаю Это очень-очень давно было Вот Титанчик Титанчик устал, он дыхает Титанчик устал, он дыхает Титанчик устал, он дыхает Ну что, о каком-то патче говорят Блайд все Блайд все на огне Говорят о каком-то патче Харстом в это время заблочил Блайд заказ Фига Блайд Харстом развел Красавец, Харстом поехал Типа, ага, Блайд сейчас на третий Вторую запиливает Блайд просто увел нового дрона И вторую на второй поставил Просто красавчик, что я могу сказать Чобус, привет Да никак Пока в подполье, но Подполье усилило агентуру Как бы все-таки прорываться получается Ну Все это на честном слове Каком-то Или даже не на честном А на каком-то может даже и нечестном Слове держится пока Вот Ием в 6 утра начинается Какой Ием в 6 утра начинается Не понял Если ты имеешь ввиду Ием Тайбэй Он не сегодня начинается Он завтра начинается Через Если ты обратишь внимание Там один день С чем-то То есть Ну Не сегодня С утра Ну Титанчика свои Там Как бы Он сам знает Что ему делать Харстом ставит пилон Против Блайд рингов Блайд пилон начинает греть Харстом Кстати На этой карте В наглую Нексу ставит Ну а почему нет Если здесь пилона Можно заботиться Еще один пилон пошел Заранее Его Харстом ставят Для чего? Чтоб ХП поднабрал Немножечко Блайд третью хату Запиливает Сейчас Плюс Плюс Титаны Какое-то там Делает кафе С компьютерами И По типу Баркрафта В Ростове Как я понял Вот То есть Там может Он с этим Занят Еще не знаю Ну вообще Он сказал Что очень не хочу От игр Отвлекаться Ну блин Типа Сажусь за ком Тренюсь И через 2 часа Там Через 2 игры Точнее Нет Через 2 игры Сказал Он меня вообще Вырубает Типа То ли Перетренился То ли Не знаю Ну У Титана Всегда Особое Видение Было Вообще Особый Подход Я бы Сказал Так Бустится Гейдис Третий Нексус Пошел Сейчас Блай Сбивает Овера Сейчас Ой Харстон Сбивает Блай Овера Простите Блай Не будет Своих Овера Сбивать Это абсолютно Очевидно Но потери Пока Минимальные Но вот Третьему Нексусу Харстон Ублай Вообще Пока Никак Помешать Не может Так Послезавтра Я Дримхак Может и буду Стрим Просто Еще Нету Ответа Там Был Разговор О том Что Они Не против Пустить В игру Стримить Из игры Если В игру То Пустят Стримить Я Приду Тогда Конечно Там Уж Тут что-то Блайя, посмотрите, рабочих столько же, лимита столько же. База 3 в 3, это совсем нехорошая ситуация для Зерга. Особенно учесть тот факт, если что, во-первых, Харстом пушить выходит сейчас, 7 гейтов плюс Робо и Мортал Пуш получается у нас. И во-вторых, Блайя даже не пытается ни в мутку перейти, ни во что такое. То есть сейчас у Блаяя очень большие проблемы. Я бы на месте Блаяя сделал следующее сейчас. Я бы подкопил газа, оверов подстроил и просто-напросто сейчас линга реводжеров бы намасил. И линга реводжерами такие пуши принимать можно идеально практически. Пытается Блаяя ворваться. Адепт на рампе есть. Нет, он не пускает никого, говорит, не дает пройти. Здесь пиончик Блаяяя пытается сбрить. Харстом оверчажки что-то не выставляет. Пробивает камни, призма есть. 12 ровущий Блайя строит. Но проблема в том, что без реводжеров тяжело это все отбивается. 4 реводжера пошло. Вот нафига Блайяя столько ровущий строит? Там же, блин, имморталы. Линги, они идеально будут к этому дополнять. В итоге 4 линга, 20 ровущий реводжеры. Все, филдамеры ровущий сейчас отожмут и ни хрена будет не сделать в итоге. Имморталы по ровущим бонус. Блин, как бы сейчас 30-ка лингов здесь смотрелась сверхэффективно в этом миксе. Приходит Харстом, это минус Блайя. 1-0 Харстом, ребят. Блин, если Блай, выиграв дальше тирана, а у Блая плохой матчап ЗВТ, проиграет сейчас Харстому и не выйдет вообще, квоту не получит. Да вообще такая печаль будет. Я надеюсь, что такого ни в коем случае не случится эпизода. Ну еще и с Харстомом не вечер, даже в этой игре, не говоря уже про следующее. Так, Вирал, привет. Задержка 2 минуты в игре, помню. Что за группа? Если ты имеешь в виду какую-то там... Не, ну можешь кинуть, конечно, почему бы и нет. Кидай. Просто не понимаю, что за группа. Группа на турниле, или группа типа как ВКонтакте какая-то там где-то там. Можешь любую, короче, кинуть. Вот. Ну что, пытается Блайорбит, 60-120 гг, очевидный момент абсолютно. Плачет. Продолжение следует... Плачет. Плачет. Продолжение следует... Продолжение следует... А, BSTUV5, да, ребят, это BSTUV5 за код у нас оказывается, ё-моё. Я не... Ребят, я внимания не обратил, извините, я сейчас поменяю, конечно. Не, ну кидай, конечно, кидай. Я не против, если ты группу вла и кинешь. Так, не понял, ГРО, ты о чём? Так. 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 Ребят, это BSTUV5, поэтому не так страшно. Так. Тут много будет карт, и Блайд сможет нормально отыграть. Вот вторая карта, как бы, она, в принципе, для и как Зерга, так и Бродса очень даже неплохая. Ребят. 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 Ну что, гробочка едет вперёд. А, ты имел в виду это? Ну, ты выражайся нормально, а то я вообще не понял, о чём ты пишешь. Ну, я думаю, что, блин, не знаю, по предыдущему билду, нужно очень чётко чувствовать грань именно, когда выходит immortal push. Как по мне, я вижу, как некоторые игроки грамотно вот это делают. Блай массит ручей, то есть, он тратит по 25 газов ручей, во-первых, теряя газ, во-вторых, по immortal и по ручей офигительно бьют. Есть там ручей 10 с лишним, я не знаю, сколько, ну, больше десяти. Можно, я считаю, что сделать, как бы, заказать поначалу, когда пуш этот идёт, лингов масс, чтобы их там штук 40 вышло, да, и из ручей на весь газ максимум реводжеров сделать, то есть, чтобы их там, ну, к десяти штукам накопить. У тебя много фаерболов, линги через филды на крипе врываться могут хорошо, вот, и потом уже ручей подстраивать, как бы. В итоге получается, что, да, там есть, конечно, адепты, но имморталы, например, теряют свою силу, так как роучей мало. Они бьют по лингам, реводжеры на халяву накидывают, с линги всю эту хрень окружают, и фаербулы можно туда эффективно накидать. По-моему, это очень крутая такая тема, но было своё видение этого всего происходящего. Так, что, блин, у меня попереживал сегодня за задержки, за всякую хрень, что-то у меня аж голова заболела. лодерам, очевидно, можно пойти, я понимаю. Хорошо, Блай врывается. Минус 0 узелка, но адепт успеет выйти. Филф почему-то харстом не стал ставить. Филф поставил, ё-моё, на последних 20 хп. Пилон спасает. Какая печалишка. 8 лингов. Ну, хоть зилка убил, и то хорошо. Блин, если бы Пилон убил, Блай вообще бы хорошо всё было. И Пилон убить, к сожалению, не получилось. Блай, а это уже, конечно, не очень хорошо, но не смертельно, не критично абсолютно. Пилон убил. Пилон убил. Пилон убил. Так, минус адепт Отменяется Естественно, Харстом не стал врываться Ублая лейр делается 43-41 парабам Здесь третий нексус Харстом ставит Чтобы писать Чтобы лингами что-то можно делать Нужно в Старкрафте Хотя бы немножечко понимать Тогда можно писать Что лингами что-то можно делать А мне писать не надо Я сам все знаю Что здесь происходит И в предыдущей игре тем более Просто было Нужно свой стиль Немножко перестраивать Под эту Но С тупую Одними ровущими Это не отбивается Тем более Новая игра Новые юниты Нужно использовать Все эти возможности Харстом пытается Прохарасить Фениксами И не просто пытается А харасить Два дрона минус Три дрона минус Четыре сейчас будет минус Есть еще 50 энергии Даже 5 дронов Прилетает Как с куста Убрало 5 дронов Глая уже меньше Рабочих Чем у Харстом У Харстом Третий Нексус добывается Спокойно Но он строится А что почему-то ему не строится Ну все замечательно Так Ну что Блайт с монстровучами Кстати говоря Стандартная его тема С подземным мувом С закупкой И вот он опять заходит И все отдает До готовности закупки Ой как Харстом Иммортлос Его сейчас спасают Просто царь Вот пожалуйста Все слито 109-123 По лимиту В итоге Ситуация Блин А Харстом Хорошо играет Я вам скажу Конечно Блайт сейчас Сам приходит Отдается Но Харстом Очень неплохо Исполняет Вот уже И лимиты И равные Исполняет Продолжают феникс сходить 130 на 102 Вот самое интересное Вот смотрите Вот в какой раз вижу Вот реально Уже раз наверное 4 или 5 И вы видите Кто смотрит Закопка подземный мув У Блая Вот эти грейды ключевые Он много роучами здесь поползал Он вообще не ползал То есть если ты такую хрень Делаешь, тогда нужно до муву Сразу подземный мув Закопка делать, приходить, прессовать Ну там медленно роучи пойдут Ну значит надо с двух Роуч воронов эту тему получается Делать, чтобы тайминг был круче Потому что Блай приходит Без закопки здесь просто отдается И ну на муве просто роучим И все То есть нужно ставить второй роуч ворон Делать мув Закопку и подземный мув Я не знаю, как еще грейдануть этот билд Других вариантов я просто не вижу Четвертый Нексу ставит Харстом У Блая Люркер Дэн И Спайр ставится Реводзер Ублайн аморфиум 180 на 130 гг 2-0 Блая нужно собраться Если он хочет Харстому выиграть Или ему придется По лузерам проходить А там уже может быть Гораздо все тяжелее Сами понимаете Здесь уже точно ничего не сделать И Люру даже на мопить не успел 8 имморталов здесь Здесь хлам уже Здесь-то понятно все Здесь уже рыпаться не стоит даже Здесь все живет Имморталы поля Потери мне интересные Ю-го-моё Ой-ой-ой Ну вы видите Мне просто стало интересно Потому что я смотрю Имморталы вообще не дохнут У них поляка дышатся Там постоянно урубаются Так что ты делал Только не делал Так что Оставь очень коротко И я не знаю И надеюсь Ублайн Продолжение следует... 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 25-25, по-моему. Ну не суть вопроса. Инъекции пошли, линги дотекают сейчас от влайщика. Куда они дотекают? Где зелок? Пробка выходит. Ой, куда пошли-то, ребята? Что-то вы как-то уверенно слишком побежали, товарищи, пробки. Изелки. Строить не с Харстом? Влайс, грызи его, блин, сразу же. Всё, сотку ещё за отмену и пробку грызь. Красавец, 25 с пилона, сотка с нету, со минус пробка. То есть хорошо, что пробку не подрезал сейчас. Не знаю, Блай сделал ли целенаправленно или случайно так получилось. Вот этого я знать не могу, но это замечательно было. Ну посмотрите, что сейчас происходит от Харстома. 5 оракулов летит, и это, блин, на третьей базе просто дичь. Нужно успеть рабочих. Главное рабочих увести, всё. Так, рабочих Блайа водит. Хорошо, что уводит их. Оракулы минуснули спорку, но хату убивать для оракулов, это слишком жёсткая роскошь. Хату сейчас... Королева не законтролена. Ещё одна королева здесь у Блая. Спорку минусует Харстом. Блайф укуснул, молодец. Ой, какой врыв сейчас дичайший. Ну, 10 дронов пока погибло, не так уж много, кстати. И 10 гидралов строится. И у Харстома сейчас... Ё-моё, здесь, кстати, спорки даже нет. Вот Блай обнаглел-то. Здесь спорку нужно перекапывать. На мэйне заказ переводят рабочих назад. На третий ничего не строится. 9 гидралов. То, что у оракулов энергия кончилась, очень хорошо. Почему? Потому что гидралы сейчас будут решать против оракулов. Но сейчас Блай будет восстанавливать экономику и масить дронов. Так, гидралиска выходит. Гидралиска можно подрезать. Сейчас спорка не перекопана. Почему это для Харстома хорошо, а для Блая плохо, что он сейчас будет восстанавливать? Почему? Потому что Харстом собирается на зелках сейчас врыв сделать какой-то... То есть оракул и чарж. Это будет улын с двух бас. Но Блай из положительных моментов ставит спайр сейчас. И если он закажет мутку и подмасит мутку, он может Харстом развалить. Хотя, ну блин, здесь два Старгейта. Вот что печально. Оверсир врывается. Можно было бы, кстати, Старгейт один под накакать овером на него за 125. Вот. Но не стал бы этого делать. Ченджинга одного сюда пустил. Ну, кстати, он контролит зато продакшн Старгейта. Харстом вообще пока не видит, что здесь зелок стоит. Такой скрытый. Лучше было его не трогать. Почему? Пока не трогает, движения нет, Харстом не видит. Потому что если он увидит движение, он может сюда кликнуть. Оп, что-то бежит. Дай-ка я в контрол возьму. Оп, не берется. Шпиончик, шпиончик. И сразу его убить. Блай 10 муталисков сейчас собирается заказать. Оракулов. Где мутка-то? Фу, 10 пошло муталисков. 11 можно заказать. Спорок добавляет Блай. Но в итоге у Блая против масс делков. У него чисто гидра. 11 муталисков, Блай, не иди вперед. Так, встречает гидра. Здесь аккуратнее нужно быть. Блай, пожалуйста, уйди немножечко дальше. Почему он хаку-то отдает? Вот здесь бы встал, бы добился бы. Он видит, что там третий. Есть муталиски сейчас вылетят. Оракула куда-то полетели. Призму нужно сбивать. Обязательно призму нужно сбивать. Блай призму обязательно сбивает. Оракула к муталиске все новое и новое вылетает. Харстом собирается ворваться. Гидрой в минеральную линию отступить. За минералы даже нужно Блай обязательно. Что он и делает. Пошла атака. Ораклы врываются. Блай хрен поймет там с кем дерет. Гидра оракулов минусует очень быстро. Все оракулы минус. Линги выходит. Хорошо Блай дерется. Безусловно. Отвел королеву. Зря отвел. Пусть бы лучше бы она с Гидрой затанковала. Рабочих пытается Харстом забрать. Делками пытается уйти. По лимиту проседает. Блай нужно четвертую базу. На четвертую он ставит базу. Это третья у него сейчас будет. Туда нужно дронов перевести. Заказана мутка. Обязательно Блай нужно сейчас в атаку идти против Харстома. Вот этого третьего Нексуса вместе с Гидрой. Блин. Это после Муталисков бы Гидры была. Еще в Гидру перейти. У него мало Гидры. Муталисков много. Нужен саппорт по земле. Чтобы вокруг этого всего контроль делать. Вот здесь у Верча же у Харстома. Нет. Так просто не ворваться. Короче, контратака Блай сейчас не удалось. Хотя вот он третий у Хатов. Зато сразу начал добывать. Безусловно, хорошо. Пробок наминусовал сейчас с Харстом. Это тоже, безусловно, хорошо. Мазеркор нужно обязательно выпускнуть. Приходит Блай. У Верча же все выставлены. Врытая от Мутка сейчас. Блай не вовремя начал биться. Нужно улететь. Муталисков не отдавать. Просто улететь отсюда и все. Гидралисков надо заказать? Конечно. Конечно. Хотя против гидралисков сделки с Чарджем и Феникса и с Гвардианом. Ой, как будет хорошо работать. Блай что-то пытается законтролиться здесь. Зачем? Зачем? Уйти нужно, конечно. Три гидралисков всего здесь. Отступить. Четвертую раскачать. Все будет замечательно. Так, адепт минус. Ну, адепт спалил то, что Блай гидры еще добавил. Кстати, люрама может Блай тоже помочь. Он землю снимет вообще в хлам. Просто вот эти зелки бичевые они... Ну, почему бичевые? Они не бичевые, но против люры бичевые. Они станут сразу же. Если бы еще Блай, конечно, делал грейдов, хоть чуть-чуть. Настолько масс гидра. И даже вот есть эволюшн. Сделан коготь. Кому он сделан этот коготь? Кто здесь будет царап-царап делать? А вот он стоит, пацан. Какое уважение одному лингу жесткое, а? Шесть дэмэджер просто. Стоит и мечтает, чей он дремлет. На ксилнаге ему снятся сны. Как он вместе с Керриган и со своей атакой шатает просто. Протасовские миры. Вот, но... Во, Блай заказал. Нифига себе. Такая моя речь прям была, что... Что Блай даже атаку заказал. Вот. Нет, это еще пока не один-два далеко. Почему? Потому что здесь Блай до победы очень долго. Вот он сейчас выходит голый гидрой. Блин, он так... Ё-моё, Блай, что ты делаешь, а? Я надеюсь, Блай не пойдет дальше. Слава богу, Блай дальше не идет. Он смещается к мейну, будет камни пробивать. Здесь просто такой миг, с которым Харстом на клике Блай просто сбреет под такой нулину. Что просто жесткую. Так, заходит Блай. Пилон минус. Просто Блай отсюда может не уйти. Вот в чем проблема. Ну, минуснул здание одно из ключевых. Здесь два Архона заблудились. Че они заблудились? Это Блай минус них. Минусует Архонов. Фениксы прилетают. Харстом очень неудачной позиции сейчас спускается. Но все равно, посмотрите, какой миг жесткий. Фениксов Блай наминусовал, но развалился просто в хламину. А все разбил в кон... Ё-моё. Это просто опуск. И опять Слюркерден. И опять не понять, куда Блай идет. И опять Блай в хламе еще отдается. Просто Роучи бегут вперед. Сейчас две атаки будет. У Харстома 148 на 122. 3-0, по-моему, это идет сейчас. Так, приходят Роучи и королевы. Четвертую Харстом Блай обнаружил. Четыре Зелка на четвертую приходят и начинают разваливать. Здесь все. Блай увел несколько рабочих. Ну, Харта упадет сейчас. Блай чуть пытается муталисками контратаковать. Это очень тяжело сделать. Вернулись фениксы. Муталисков убрали. 143-117 по лимиту. Люру, Люру, Блай, пожалуйста, Люру. Рабочих на добычу возрасте. Посмотрите, у Харстома какой контроль. А, это жесть просто. Он видит и хату недобывающую, и где рабочие, которые эту хату не добывают. Можно Блай написать даже было об этом. Вот он фениксами прилетел, все убил. Блин, я вижу, что вот зря Блай, ну, тогда говорил, что кто там у Хэппи в сетке, только Харстом. Блин, только Харстом он, и он очень силен, я вам скажу, только Харстом. Он очень хорошо играет. У него все четко, как бы. Блай, конечно, ошибается, но Харстом вообще ошибки абсолютно не прощает. Он, Блай, разваливает сейчас хлам причем, потому что Блай, не понять куда, ломится, вот, имея преимущество, ну, не реализовал просто Блай его сейчас. Вот опять же сейчас, люр Керден есть. Где хоть один люр? Ну, вот, как отбивать эти все выходы без люры, я просто не понимаю. Где мута, где мута? Что мута-то? Если бы там мута была, Блай бы еще и муту бы слил. Там фениксов 10 штук урывалось. Хотя, если вот, когда единственный шанс, где мута могла помочь в том предыдущем, вот, наконец-то Блай несколько люров появляется, я потом вам сейчас покажу, пока замес здесь я не буду ничего показывать. Вот, 125-183, просто невероятное преимущество Харстом по-боевому. Вот, показать еще. Вот, когда Харстом спускался и вот Блай на вот этом углу дрался, можно было попытаться фокусить мута-лисков, когда вот спуск этот был. Фокусить мута-лисками все там это дело. Так, пошла атака, Харстом поднимает. Блин, у него Феникс еще всю игру работает, самое главное. 3-0. Очень много зелков бежит, Архоны, потери опять, посмотрите, просто гигантские, не пользуяю. Блай, 26 на 14. Опять почти двухкратная по ресурсам потери. Не знаю, на кого Блай упадет. Вот, Вортикс выиграл Намшара 2-1 сейчас. Гурус Дайше 1-1. Харстом получает первую квоту. На кипбете, помните, что ставочки есть, между прочим. Охренеть, посмотрите. Посмотрите на кипбет, какие я не видел, что за коэффициенты были. Я бы, конечно, на Харстом и не стал бы запиливать. Ну, просто Блай 1-19, Харстом 3-73. И Харстом сейчас закуривают сигару, как это мафиози. Вот, говорит, вы меня не уважаете. Просто, ребята. Это неправильный коэффициент. С оверщи-ину. И-ину. Ну, что, ждем мы чего-нибудь там. С оверщи-ину. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Так... Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Это все сайт, это не я. Так, что мне вообще разговаривать попал? Это все сайт, говорит. Короче, я ХЗ, что там, сайт? Откуда эти звуки выглядят? Блин, случайно урубилось так, что склавное просто тут это автопроигрывание. Так, что-то голова ноет, вот не нравится мне совсем это обстоятельство, конечно. Так, время 10 часов, надо бы мне... Нет. Ну, вон, наella паритика. Вон, наинар выходит. Нет, ничего странного Попадания Блая на Вортикса нет Почему? Потому что Там перекрёст идёт всегда в сетке Он уже играл в дальше Как он может на него попадать ещё раз Это логично, это правильно Есть ли коэффициенты на кипбете Сейчас посмотрим Да, есть Вортикс против Блая Практически равные коэффициенты 1.58 у меня есть, я верю в Блая Вы можете верить, можете не верить Это уже дело ваше Я денег не теряю, это фантики Поэтому я верю Да и так я верю Но не азартная карва Сейчас чайничек запилю Ребят, нужно чайку Спокойно всё сделать Сейчас и Блая тащить начнёт Что ты говоришь Без нервов Блая тащить чайничек запилю Так, успею Успею, успею Чайник помыл Я не хочу ничего врубать Рестрим Почему, во-первых, можно на YouTube Будет выложить нормально Во-вторых, ну и так можно, конечно Будет Просто я боюсь, Блая игру пропустить Это нафиг не надо Ну я не врубал стрим Просто пока по главной Водишь мышкой Там бывает наводишь Как бы и начинает говорить человек Кто стримит А сейчас почему-то я как бы уже ушёл Мышку убрала Рев всё говорил и говорил Походу он имбастрату какую-то придумал Как сделать так, чтобы не отвязаться Вот Ундервайфа через кнопку в описании Регистрируйся Так, Firekick Showtime На Мэйне сейчас будет в стриме Но нас-то Блай интересует В первую очередь Firekick Showtime Это, конечно, великолепная ПВЗ Но Единственный представитель СНГ Здесь Блай На данном Недельном финале А, у Дайши ещё оппонента нет Поэтому Дайши никак играть не может Вот в чём суть Вот в чём суть Продолжение следует... 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 Продолж... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолж... 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолж... Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так Субтитры сделал DimaTorzok 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 Блай ответил, что да, он ждет пока Венера вот эти доиграют как раз таки Жаль в игру не попасть Ничего страшного, смотрим пока Венеров Субтитры сделал DimaTorzok Вот так что Все нормально, у меня просто нет никого в друзьях, через кого я могу прыгать в игру, поэтому смотрим рестрим Стоп-старт не делаю, чтобы запись не разрезать Ну в итоге получается у меня сейчас задержка есть, то есть суммарная задержка получается, да, как бы вместе с этими, рестримить-то можно и без задержки соответственно Но я думаю так лучше, чтобы запись была нормальная, потому что Блай скоро тоже начнет, будем все это смотреть, все будет хорошо Ну что, 30 дронов? У Протса 40 пробок сейчас Шоу-тайм делает Прокси Дарков Ну а Фаеркейк собирается передропываться сейчас, что самое интересное У него, по-моему, мув даже овером готов Кстати, смотрите какие необычные билды у Фаеркейка Он использует мув овером передробно в таких ранних стадиях, обузит сейчас золото Так, пилун ставится, видите Фаеркейк, пилун там, кстати, крайне мне интересно Так, адепты отгоняют, на мэне Мазеркура остался, но Фаеркейк может поплатиться за свою беспечность сейчас От врыва Дарков очень и очень жестко Одно золото, если Шоу-тайм тупить не будет, если он фокуснет сейчас, соответственно, спорку нормально То он, а двумя Дарками можно спорку фокуснуть, в принципе Даже под Королевой, я думаю, что он может базу бить Вот два Дарка пошло, хотя Лэйр там строится, конечно Так, пробка выдвигается 22, нет, 22 линга заказана, поэтому навряд ли получится фокуснуть пробку Фаеркейк бежит, находит пилун Еще и найдет Даркшайн в итоге Так, здесь есть линги, Дарк принят в итоге Ой, как замечательно Фаеркейк все делает Дарка сверх четко принимает В итоге зафейлился Шоу-тайм со своими Дарками Еще сейчас и Даркшайн, скорее всего, потеряет Нет, Фаеркейк отвел всех лингов и пилун оставил в живых А вот это уже не очень хорошо Вижу, Робо Бэй заказан и Нексус на третьей базе у Шоу-тайма Паеркейк есть в друзьях, но не пари, Лайдив Мы спорим был пари, Лайдив Я мог бы сак прыгнуть, а так нужно писать Заинвайтите там, пожалуйста Никто не будет инвайтить, я же не официальный стример А так зашел и зашел, вроде как будто так и надо Правильно, что этих лингов Дарком не стал трогать Шоу-тайм Потому что Фаеркейк бы начал подозревать, что там где-то еще пилун Пошел бы проверять и Даркшайн сейчас с Твайлайтом бы спорил А в Твайлайте-то, между прочим, Блинг сейчас делается Так, Дарк сныкался, Зерк побежал вперед Золото добывается, 102-104 Шоу-тайм очень хорошо отстроился И дестабилизатора есть, Фаеркейк это видит прекрасно Дарк проходит на Мэнчис абсолютно спокойно Спарил Спайр Дронов начинает ковырять Трех заковырял, четырех Все, четырех заковырял, отлично Анток, что это такое? Это темп, но музыку-то точно стоит не его Ну что, муталиски? От Фаеркейка Шоу-тайм, третий Нексус не успел отменить Так, здесь дестабилизатор стреляет Очень даже неплохо, лимит сразу на десяточку меньше Зерга стало Но Нексус шоу-тайм потерял, отдал 400 минералов Нужно успевать отменять Даня Даркшайн, кстати, так и с Твайлайтом выжил Поэтому все в порядке Так, здесь мутка еще раз подрывается Сталкеры блинкаются агрессивно вперед Но не в куче, поэтому муталиску ни одного подрезать-то и не получилось, собственно говоря Шоу-тайму Здесь на рампе никем не стоит Не закрывает рампу Но врывается Фаеркейк Ошибочно на мэй вместо второй ба Но он думал, что на мэй не лучше А здесь Фа-тонка, здесь не лучше Ну, 155-142 Фаеркейк Отбиваться готовится Шоу-тайм двигается вперед Дестабилизаторами много зелков Сейчас будет чар, сейчас будет плюс один У Фаеркейка тоже, кстати, грейдов нет, насколько я понимаю Так, мимо дестабилизаторы стреляют А нет, наверх, наверх пошли Слева мимо, а наверху-то подрезал Наверху-то подрезал шоу-тайм Слева-то подрезал Ну что, Феникс идолбит овера, тут он улетает. Затишье немножечко в игре такое наступило. Швутайм делает плюс два, выдвигается опять же вперед четвертый. Коннектус начал добывать. Файеркейк делает хайф, хайф очень поздний у Файеркейка. Швутайм сейчас грамотную позицию занимает. Он заходит, во-первых, в 12 часов сбрить сможет, а во-вторых, позиция для того, чтобы убить золото просто идеальная. Зверка не сможет в этом узком проходе против дестабилизаторов вообще в принципе драться. При этом Швутайм своим выходом прикрывает свою призму, которая на мейн варпе сейчас юнитов. Ой-ой-ой, хороший кусочек отрезал с дестабилизаторами. Зилки на мэне шатают, только они зачем-то бьют эволюшены, в которых ничего не делается даже. Ресурсов много у Швутайма. Грейтер Спайер, Флит Бикон пошел. Рудов собирается с Темпестами принимать в Швутайме. Странно, почему он не стал развивать свою атаку. Призма есть, все есть. Лимит в 200 близится, просто добивай, да и все. Че отступать-то? Тут опять пошел вперед. А че мешало вот отсюда-сюда-то идти сразу вот так вот? Два арпе юнитов, ну вот. Королева минус. А не, пока не минус. Крипт Уморов пытается там Фаеркейк наставить. Шторм не готов. Дестабилизаторы стреляют только по Королеве. Один попал, второй даже не попал. Здесь врыв идет с дальнего пилона на четвертую базу, которую Фаеркейк ставит. Здесь, правда, оверсир есть, да, арки видны, все видно. Прекрасно. Хату Шоу Тайм отменяет в это время на центре. Контроль пошел. Королеву одну подрезает, но здесь бруды. Сколько там брудов? Не так уж много, насколько я вижу. Здесь делки заходят на третью. Кстати, на третью у Фаеркейка уже все кончилось. То есть Фаеркейку единственный шанс фактически сейчас идти улынить. Все, больше вариантов нет для него. Ну а тут плюс три, тут темписты, тут все вообще замечательно. Так, дестабилизаторов Шоу Тайм, дестабилизаторами подрезают все еще юнитов. Темписты есть, все, пожалуйста, брудов темпистами вали и все. Что и делает Шоу Тайм. Штормы пошли. Разгром Фаеркейка сейчас происходит. Просто разгром. Шоу Тайм очень силен, я смотрю. Как он его громит. Продолжение следует... Продолжение следует... ГГ Фаеркейк пишет 2-0. Блай больше не АФК. Может быть, начнет играть сейчас? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо тебе за информацию. Я... Я не вижу, как будто здесь происходит. Я же стримлю тоже здесь. Просто у меня задержка стоит. Я ее не убираю пока. Продолжение следует... Продолжение следует... А, Блай против Вортикса на главном... Тоже в стриме будет. Ну, я попытаюсь в игру врываться, конечно. Да, конечно. Продолжение следует... 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 Ликан, вопрос на миллион, ответ ничего не будет. Продолжение следует... 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 Ну, что ж, УТМ приходит, разведывает фаеркика. Дома такая интересная стеночка, не на рампе, точнее, не на рампе большой, снизу второй базы, а около рампы с мейна, как только, посмотрите, самое интересное, что делает Шоу Тайм. После Нексуса он строил кибернетку, естественно, и как только готова кибернетка, первым зданием, что он заказал, Твайлайт, моментальный Твайлайт. Либо это сверхбыстрый резонирующий игре Фаадептам, чтобы до Роучей прийти и там устроить беспредел, либо это очень ранний Даркшайн. На Корее играет, но пока на него нигде не видно. Лучше Стёпа бы вернулся. Стефана ещё не пропухал, не прогулял то, что выиграл на старых турнирах, а то, что ему ЕГ платило. Он тусуется пока. Хотя, как бы, говорил, что учиться пойдёт. После этого всё делает. Вообще не... Это не Адепты с Глефами, это не Даркшайн, это Блинк, сверхранний Блинк от Шоу Тайма. Ну что же, робота надо ставить, конечно. Это 6-гейт, Блинк, сверхранний робот. Как я понимаю... Боже, Степана, я шучу. Конечно, он у Степана любит затусить, это всем известно. Но Степана, насколько я понимаю, не собирается возвращаться, он никогда об этом не говорил. Статистику игроков посмотреть. Статистику игроков можно посмотреть на сайте AliGulag. Те скинут его кто-нибудь в чатике. AliGulag 07 говорил, что мега-комбэк есть. Кто писал, неизвестно. Всё держится в тайне. На Нива. Вот мега-комбэк-то на Нива, Блин. Класс. Был бы это браток там, или, я не знаю... Димагом он ещё в полную силу катать. Кто-нибудь из наших там, кто раньше тащил кого-то. Вот это был бы мега-комбэк. Ну а так ХЗ. Ну посмотрим. Всё впереди ещё, ребят. Мега-комбэк. Ну вот, если он стем-тайд, если он держит это, то он будет хорошей. Но... Я не знаю, что это будет работать или нет. Субтитры делал DimaTorzok 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 так не понял вортик что-то заказал и сразу же отменил сейчас обратите внимание он заказал дрона но потом передумал и заказывает пул просто вортикс 12 сейчас очень неожиданное решение репки этих игр каких этих этих всех игр репки есть у меня есть кто-то мне на мыло пишет или в личку пишет говорит свое мыло я ему присылаю например но я никуда их не выкладываешь игроки могут быть против я говорил уже постоянно по форумам не лазил если кому-то это интересно и в 1000 раз говорю напишите мне в личку на гудгейме я буду вам кидать репки вы будете там на форумах выкладывать например я даже нет не буду как кто-то там продавать их а такое бывает возможно еще порублю репка это вообще чисто за и бизнес ну что ортикса 8 лингов они все вперед бегут в ламу фортик залетает видеть что строится королева но газ он не видел пока для благо начала просто лучше не придумать я вам честно скажу ребят сейчас лучше начало не придумать королеву так овера нужно уводить иначе королева его сейчас расшатает вортикс видит овер а че он не пока так не стал овера почему-то убивать два видит лингов вортикс здесь королева есть байлинг не ставит бай ну все с байлинг нестом пушите все вортикс ступит не ставит вторую королеву сейчас это ошибка от него реальная ошибка почему потому что без второй королевы ему очень тяжело и отбиваться то будет так блай спускается учебу атаку пошел с королевой что лечит не понял не он чёт прошел проверить овера видимо пошел проверить видит видит вортикс здесь королеву ходят королевую Блай на мейн возвращает. Не, по КД, что называется, возвращает. Ну, хату Блай Вортиксу стопроцентно отменит сейчас. Это к бабке не ходит, что называется. Так, здесь Беллинг морфится. Блай не понимает, что там у него нет, что я чуть не пойму. Блай морфит 4 бейна. Почему он здесь их морфит, я чуть не понимаю. А, Вортикс собирается здесь драться. Вот где он собирается драться с Блайем. Блай спускается вниз. Беллинги попёрли. Так, прошу прощения за рекламу. Ну, какая именно она там ставится, я не выбираю этого, к сожалению или к счастью. Не знаю. Так, Беллингом Блай взрывает. Всё здесь, всё сгрызает. Ну что, ребятки, заходи же, что ж ты стоишь, Блай? Ну что ты, блин, ну что за драгоценного секунд в тык? В тык идёт просто. Не лучше бейнов не сливать. Плётку Блай сейчас заминусует абсолютно точно. Королев пытается минуснуть тоже. Беллингами подходит. Так, имеет ли смысл у Бэйнов взорвать. Трансьюз один от Блая проходит. Линги пытаются наверх пробраться. Вортикс пытается Бэйнов фокусить. Отфокусил одного. Отфокусит второго не получилось. Бэйн и Блая на мейн заходят. Лингов всех минусует. ГГшечка сейчас будет. Это 1-0. Блая в пользу Блая абсолютно точный сейчас. Хорошо, Лингов принимает. Пора ГГ вортикс уписать. Не попал в билд он сейчас абсолютно против Блая. Ставить такой пул, ну, мне кажется, это перебор, конечно. Ну что, жду хост. Буду врываться. In the dark. Поздравляю тебя с стритсосом. Помни. Помни, что водка во вред. Даже не верь песням всяким. Помни об этом. Я уже на себе ощутил. Это еще приболевший был. У меня теперь фаренгит месяц просто не проходил. Выcc Sich им Tony Павел. Оп. Были точно! Вот иhus. Оп. Помни. Помни. Помни Gates. До года. все начинается вторая игра поехали ну что опять 1-0 влай уже не в сухую как с харстом опять газ пул ставится тигряблай ранний а вортикс в этот раз хату решил поставить насколько я понимаю у меня задержка есть конечно на стриме 120 секунд а у а и а а и Так, Блая выдвигается вперед. Сейчас я покажу вам. Ну что, Блэнг Несту Блая. Здесь еще даже мув не заказан. Блая бегает сверху сейчас, но Овер как-то Вортикса тут прямо рядом летает. Хорош, Блай прямо рядом с Виженом Овера пролетает, но Вортикс не видит. Здесь Овером нужно Блаю спалить Овера Вортикса. Палит Овера Вортикса, обходит так, чтобы этот не спалил сейчас. Ну, Вортикс Блэнг Нест первый, думаю, сейчас делает. Перестраховывается против Блая. Обратите внимание. Бежит вперед. Здесь Бэйны морфятся. Блайщикам. Ну, Овер. Блин, Вортикс Овер прямо сюда летит. Ну, сворачивает за миллиметр. Ну, Блая Линкс палился. Что ж ты делаешь, Блай? Все, мув готов. Видит Бэйнов. Заметил Бэйнов Вортикс. Вот это очень неприятно было, что Бэйнов сейчас Вортикс заметил. Королева одна. Плёточка ставится. Блай еще одного Бэйлинга Морфетт. Заходят здесь две королевы. Нельзя без лингов рываться. Вот в чем проблема. Блай вырывается без лингов сейчас. Обходит сверху. Пытается обойти сверху. Обошел. Рабочие стоят. Четыре. Минус здесь. Здесь еще минус несколько. Королеву почти что сгрыз. Ну почти. Ё-моё, Блай. Ну что ж ты творишь-то? Ну как так не расторопнуто? В итоге парабам одинаково. А здесь хата есть. Ой-ой-ой. Это для Блая. И плётка есть. Не. Это печальная для Блая ситуация. Можно расшатать за счет... А. Муха у Вортикса тоже делается вдогонку. Поспешил Бэйнами все взрывать Блай. Поспешил. Реально. Ему нужно было как-то с лингами бороться. Но Вортикс очень грамотно, конечно, здесь оборонялся. И не поспоришь. Блай пытается в хату перейти. Дронов не добавлял пока. То есть сейчас Блай, убив 8 дронов, нанес маловато дэмэджа для получения какого-то серьезного преимущества. Действительно. Вирал. Если Блай побеждает, то он, да, он попадает на турнир, который будет в Катовице в рамках ИМ. Катовице проходить. Но вообще он ВЦС вроде как называется. Региональный. Не региональный, а вот этот вот ВЦС. Сиркьют. Или не Сиркьют. Короче, я уже запутался. Там столько ВЦС. Короче, вот на тот турнир в Катовице он попадает. Я единственно не знаю, оплаченная или квота там. То есть будет ли оплачиваться поездка. Ну, наверное, на такой турнир может быть и да даже. Хотя уверенным быть я не могу. Блай гоняет Вортикса. Сейчас хатка готова. Линга минусует крыль. Ну, в принципе, разница. Смотрите, два рабочих разница. То есть Блай практически вровень сейчас вышел. Зачем-то... Ё-моё, Вортикс тут переоборонялся. Он столько бэйлингов настроил сейчас, что просто нереально. Даже смотрю и охреневаю, сколько там бэйлингов. Блай нужно забыть вообще про агрессию. Просто макро-макро-макро нужно нивелировать всех этих бэйлингов. Просто на расстоянии по временном в игре. Все, что нужно Блай сейчас сделать. Блай рампу не контролит. Ну, ё-моё. Ушел бы уже контролил рампу. Выдвигается Вортикс вперед. Бэйлинги пытаются свалить. Уортикс может сейчас спокойно третью ставить. Что он, кстати, игре и делает. Понимая, что он в полной безопасности сейчас. Вот. У, Блай рампу законтролил. Королеву успел со второй прям вывести. Вот это молодец. Нужно обратно на вторую уводить. Там Минъекцию кто делать будет. Третью Блай не ставит. Ублай за ту лэйр. Блай может выйти в спайер ранний, к примеру. Может выйти в Нидус двухбазовый. Ну, блин, двухбазовый Нидус против трех. Он и в Ходсах-то не катил в Волах. А вот ведь тем более не катит. Почему? Потому что не нужен сейчас ранний мув роучам абсолютно зергам. Сейчас просто строишь роучи, из них часть реводеров морфишься и обороняешься на своем крипе абсолютно спокойно. Ну, вот это у Блая начались нервы. Ну, посмотрите, что это такое. Вот, посмотрите сюда. Вторая ваза. И посмотрите на Мейн. Я думаю, здесь объяснять ничего не надо уже. Ублай понял. Сам исправился. Молодец. Встал на путь исправления. Все, теперь грамотно все. Спайер у Блая. Вортик и спайер-то не намного позже, кстати. Спайер не намного позже, а третья намного раньше. То есть сейчас по газу, хотя по газу Блай немножко впереди и по рабочим Блай, и газы заранее добавляет. Нет, кстати, Блай прям дико жестко по таймингу третий проседать не будет. Молодец. Блай решил, что нужно тащить эту игру тоже. Это очень верное решение со стороны Блая, я считаю, потому что, конечно же, нужно тащить эту катку. Так, дистанц-манинг только рабочих верни, Блай, ну ё-моё, они сейчас полгода, ё-моё, ну блин. Ну Блай, ну вернишь ты их, ну они мимо едут. Драгоценные секунды в добыче золота, газа. Нужно вот этими было отнести и направить их на минералы, а которые здесь рабочий газ уже начать добывать. Вот тогда бы вообще в плюс бы это было получается. Ну так вот не плюс абсолютно. Ну это ладно там. Ну где-то газа 50 Блай точно на этих действиях потерял, а то и больше может быть. 5 муталисков у Блая, а армор у Блая, а уже у него есть, потому что 8 и 5, а там 11 заказ, здесь 2 летят. Блай что-то всё разделил очень жестко. Начинает убивать Овера. У Вортикса 12 муталисков уходит. Надо было всех сюда везти, то Овера успел убить. Четвёртую Блай, кстати, ставит. Видит муталисков оппонента, ну и улетает. Соответственно, не решился биться. Правильно сделал. Четвёртая Блая делается. Вортикс только-только планирует четвёртую заказать по муталискам 12-12. Но у Блая тайминг грейдов лучше. Вот я надеюсь, что Блай сейчас будет по КДшечке грейды делать. Третья Блай. Так, Спорки Блая добавлял, Вортикс прилетает, начинает шатать, но он только Спорки убить начал. Оверы вперёд куда-то попёрлись, хорошо Блая с запасом тут надо. Ну и вот ошибка Блая, посмотрите. Не делается грейды в спайре. Всё, сейчас есть преимущество по грейду, а Вортикс сейчас закажет раньше, всё преимущество, всё полностью исчезнет. Ой, Вортикс четвёртую сейчас Блая уничтожает, у Блая масс лингер, кстати лингов Вортикса он поймал сейчас, но лимита Вортикса больше, у Вортикса четвёртая хата есть, вот это для Блая основная сейчас проблема. Вортикс начинает газ добывать, ну посмотрите, Вортикс как работает, вот как кореет сейчас, у него всё просто идёт по КД, очень-очень чётко, он просто перемашивает Блая, база раньше ставит, и всё, Блая прилетает, и вот он не видит выхода, кроме как биться в лоб сейчас. Четвёртой нет, ну действительно он отстаёт, но нужно ли именно в лоб сейчас биться Блая? Вортикс его развалит, Вортикс дома, во-первых, у него прирост больше, у него такие же грейды, да и у него муталисков на два было больше перед биткой. Всё, Блая теряет шансы в этой игре полностью. Почему он решил, что по мутке у него больше, для меня загадка. Ведь он же видел даже, что у Вортикса третья хата раньше. Ну нужно не давать было себя так нелепо расшатать. Прилетели муталиски сюда, Блай побежал, линги стояли все здесь, точнее их мало было, потом он да заказался, и лингами Вортикс на халяву чёрт. Всё, Вортикс уже не отпускает. А чё ему отпускать-то? Всё, ему теперь прибегай четвёртую от меня и мутку копья. Чисто первый Старкрафт. Для Блая шанс какой-то хайовой технологии, может зрелёнка вайперов, я не знаю. Да и то не поможет, скорее всего. Судя по всему 1-1, 19-26 по лимиту. Блая контр забегая лингами делает, у Вортикса плётки, масс муталиски везде, а у Вортикса линги даже больше проблем Блаю сейчас доставляют. Блая плюс один заказал чуть пораньше Вортикс всё-таки в итоге. Блая сейчас у многих проблема, особенно не корейцев, но у тебя раньше лэйр, тут раньше третья хата, допустим. Нужно, правда, всё это очень чётко осознавать в игре, мы-то видим. Но Блай, я тоже видел, что он пробегал там, и визуально ты смотришь, видишь, тут третья строится, у меня тут позже заказан. Нужно понимать, что если чётко сыграет игрок, то у него будет больше газа, тупо он перемасит. И не надо рассчитывать, что он завтыкает, нужно всегда по максимуму рассчитывать, чтобы правильную ситуацию оценить. Да, он как бы не будет ошибаться, сделает так, поэтому я должен сделать так. Но у меня-то раньше спайр, если я буду по КД грейды делать, я точно не отстану по грейдам и точно буду в плюсе. И тогда бы даже вот если Блай всё настолько чётко делал и грейды бы максимально быстро заказывал, то он бы, возможно, на грейд опережал и даже то, что четвёртую потерял, было бы не кричитно. Почему? Потому что он покопился бы здесь в мутку и со спорками бы обратно в четвёртую вышел и просто бы продолжал бы биться. А в итоге Блай поломился вперёд, конечно же отдался, и вот у нас ситуация. 42 муталиска вортикса на 30 бла. Конечно, 42 муталиска победят здесь. Хотя против королевку тут хороший вопрос. Вортикс там что-то пришёл бы сдаваться. О, муткой что? 28-20. Ты же Блай плюс берётся, королева тут помогает, просто нереально. Но у вортикса настолько лучшая экономика, что перемаз идёт всё равно конкретный. Если бы вортикс ещё какой-то грейд на лингов сделал, хотя бы один, армур, коголь там или из двух эволюционных у него есть для этого возможности, он вообще бы ещё и по земле бы унижал бы там жёстко. Всё, Блай четвёртую не занять, он только дома может убиваться. То есть на перспективу у него шансов нет практически. Если вортикс не наошибается. Ну а много в этой игре вортикс ошибался? Я сейчас не заметил, что он прям много бы ошибался. Так, лингами Блай лингов оппонента встречает, принимает, принимает. Хорошо, конечно, Блай здесь всё. В хлам. 143, 161, пока по лимиту более-менее. Да, вот, кстати, я забыл про таких юнитов, несправедливо забытых сейчас, как инфесторы. Вайперы это хорошо, но инфесторы тоже перевернуть могут. 272, 208, ещё 4, 20 мутались, как смотреть, 6, 6 инфесторов у Блая. То есть из-за инфесторов сейчас Блай не может мутку масить, чтобы сравняться с вортиксом. Но зато переход в определённые технологии важные. Вот если вот такой стек поймает Блай одним микозом, то всё, это ГГ сразу. Но инфесторы, блин, вот Блай в последнее время вообще не делает, что самое опасное. Да, спайр минус. Что самое опасное, Блай не делает грейд на инфесторов энергию сейчас. Вортикс сам инфесторов добавляет. Похоже, он спалил, что Блай делает или что. Видел он инфестейшн? Я, кстати, инфестейшн не видел, но инфесторов, возможно, он видел. Ну а микоз, микоз. Ну у Блая больше микоза. Вортикс вторая атака пошла уже на муталиска. Молодец, что Блай не сдаётся, но видите лимиты как бы. Вортикс, у него очень мало ошибок. Он и раньше-то не ошибался. Так, пошла атака. У на лингов микоз. Ну вот, нечётко Блай среагировал. Поймать сейчас мутку, вот это мог быть... Посмотрите, спорка здесь есть. Королев миллиард, муталиски и сколько микоза. Один раз поймай хоть половину. Хоть раз половину поймать и всё хорошо. Тренером, не тренером, игроки сами должны такие моменты анализировать. Ну вот, нужно лепться. Ну хотя, согласен, когда ты один дома играешь, там проиграл, минус мораль, всё в лом пойти, лучше расслабиться, сам понимаю, да? Как прогуляться воздухом, подышать. Ну вот, это и есть такое, как бы. Поэтому команда важна, там, тренера всякие штуки. Как бы, не расслабляться, подержать, не там, не парься. Сейчас посмотрим, бича навернём потом. Все дела, как бы. Это очень сильно, конечно, помогает. Ну, нужно самому тоже работать. Посмотреть ошибки там, как бы. Ну вот, билды, да, есть готовые, но их нужно немножечко видоизменять. Не обязательно всё там кардинально, стиль переделывать. Немножечко тайминги подделал. Изменил немножечко, там, где-то что-то. Так, у Вортикса хайф, у Вортикса пятая. Опа, Блая не единичку занял, это может спасти, кстати, его я уже... А, кстати, это пятая Блая тоже получается. Смотрите-ка, здесь бешеный линк ворвался. У Вортикс уже в ультралах переходит, посмотрите. Понимая, что у Блая много земли, Вортикс хочет землю сильнее сделать, потому что он понимает, что... Вот опять же это называется, не ошибается, Вортикс. 45 муталисков. Он понимает, что такое гигантское количество мутки это сила, конечно, но если он как-то нелепо её сольёт, то он может слить и всю игру в итоге. Блая тоже в ультуру переходит, но по грейдам отстаёт немножечко. Плюс для Блая то, что у него... Так, он может greater spire сделать караптером. А где у него спайер? Ну, он не greater, он обычный самый. Блая его пятую нужно заказывать, чтобы у Вортикса не возникали подозрения, что Блая где-то что-то доит вообще. Так, часть муталисков Вортица как-то там полетела. Линги прямо мимо неё не пробегают. Реакция у Вортикса просто великолепная. Адреналин делает Блая. Вортикс не делает адреналин. Очень большая ошибка. Адреналин в лотке очень сильно подняли. Может, Вортикс ещё об этом не знает, но скоро узнает, если не сделает его. Залетает на две скорки. Пролетает на профик. Это разведка такая идёт, оказывается. Вот это разведка, блин. Видит, что у Блая тоже ультралис каверн здесь запилен. Королеву, конечно, минуснув. Караптеров пытается поймать. У Блая четыре вайпера. Блин, Ублай всё портит уже смутки с леса, а Блай всё что-то муталисков пытается законтрить. Нужно уже землю пытаться контрить. Но Блай пока точно не понимает, что происходит. Опять мимо куда-то полетел. Ну, здесь контроль много. Бас просто думал, что Вортикс туда полетит, пытался догонять, а Вортикс уже мутку решил отдать это всё. Что бы Блая сейчас... Я не знаю. Что бы Блая вот так вот со стороны, смотря, сделать бы сейчас. Я думаю, что Блая, да, вот вайпером энергию пополнить надо. Ультрала он одного заказал. Конечно же, 2-2 ему обязательно по КД заказать. Грейтер спайр. И под Грейтер спайр Блая не помешало бы вот... Вот ведь шесть спорок строит, но он для обороны их строит. А Блая не помешало бы заказать сейчас спорок и отменить их экстрасоплая побольше. Так, пошла атака. Так, 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 так. Блай Караптера муталисками принимает бой против Вортикса. Муталисков развернись. Караптеров отдашь, Блай. Ну вот прилетел Караптеров, слил всех. Инфесторы подходят. Ну хоть часть-то прикрою Караптеров. Ну Блай, ну пожел. Мимо Микос. Не разбить бы что-нибудь, а? Спешит Блай, сливает все. Караптеров слил всех нахрен. Сколько уже от Блая таких тем видел? Ну вот... Ну муталисками прилетело. Они так же как мута летают. То есть их никто поймать не сможет. Это очевидный факт. Ну Караптеров-то куда они прилетели сейчас? Жирники. Куда вы прилетели? Медленные. Вайперы стоят. Ну Вайперов, значит, сюда надо было вести с воздухом. Битву принимать. Зеленку и закидывать нахрен все там. 2-2, 2-2. Одновременно практически заказывают. Ну Блай очень везет. Сейчас Вортикс невероятно пассивен. В итоге у Блая уже шестую базу ставит. У Блая зак пасс не меньше. Грейды равные будут. У Блая бруды. А у Вортикса что? У Вортикса бруды отсутствуют. Он мутку вынужден сливать вообще просто. В нафиг. В никуда сейчас. Так, 2 зеленки Блая накидывает. Пытается мутку поймать. Мутку сливать не надо. Грейды хорошие. Здесь слил все. Кстати, уже сделали меньше зеленки дэмэдж, да? Да, 60 уже дэмэдж, а не 90. Так, линги чуть-то тут у Блая по всем базам бегают. Рабочих шатает Вортику. 37 дронов осталось на 63 Блая. Но у Блая-то посмотрите. В итоге 157 боевого здесь. А у Блая сколько? У Блая 60 мин-130. На 30 больше боевого. Вортикс еще мутку всю сливает. В нулину просто. Ультралов строят очень много. А как ультралы будут против брудов драться? А ответ никак. Если Блая сможет, конечно, брудов своих прикрыть. Вот у него 8 их уже штук с 3 ультрала. У Блая микс лучше. У Блая в миксе один компонент очень важный присутствует. Это бруды. Во-первых. Во-вторых, у Блая инфесторов 9 больше. У Уортикс третью атаку воздушную делает. Это уже опасно. Вот за эту хату Блая можно особо, кстати, не париться, не драться даже. У Уортикс приходит как раз ее сейчас ликвидировать. Так. Линги выкапываются. Вот где приоритетное здание для атаки. Ультралискер надо... Ой, как... Как зеленка! И Блай Вортикса принял здесь муталиски. Минус все вообще практически. Хех. 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 Господа складывается. Хех. Иkęся. Из такой жопы, я извиняюсь, выпащил, из такой гигантской просто... И все равно вот так обидно проиграть? Ну что за бред? Да всё здесь уже Пастр... 60 на 130. Тут Боевого 130 бегает практически... Тут королевы станцию... Где ты, не убиваемая уже армия, говорить нечего. Мя,When Вы так задвигаете? облайбе пишем ждем третью так бы 20 уже было бы это минус мораль для ортикса было вот Глазь смотрит репку. Так, запрыгиваю в угла, быстрее я. Так, запрыгиваю в углу. Главное, мутку так хорошо принял. Да пофиг, что бруды ультралу убивают сплэшем брудлингов. Да, это конечно хорошо, но они по воздуху не бьют. У брудов дэмэдж хороший. Брудлингов тоже всех быстро не убьешь. Там просто 8 брудов было. Ублая до хрена ресурсов. У него не было стационарной обороны. У него малый был боевой лимит. Тут он только слил оппоненту муту. И куда-то сам полез обороняться. Хотя база для него вообще не нужная. Она даже не добывалась. Отдай базу, подожди немножечко. Бики Дзерк. Не волнуйся. На валерьянку пацаны закидывают. Да я хочу, чтобы уж точно на первой неделе хотя бы Блай прошел на финальный турнир. Вот Сест, потому что на следующей неделе пусть-то другие проходят. Пусть Хэпич проходят. Все остальные. Я ведь хочу, чтобы не только Блай там был. Потому что лучше сразу сделать и все. И играть другие турики готовятся уже, чем сейчас отдаться на следующей неделе, нервничать там. Своих выбивать, не своих. Ну что, орбитальная вельф. Через хату. Вот раз Блай начал играть, здесь тоже через хату. Вот сыграет. Обидно, обидно, конечно. Обидно, конечно. Продолжение следует... построил два лингов королев строит на одного рабочего отстает а ну вортикс потому что два линга построил по-моему да, а блай четыре блай четыре линга ставят на хайграунде и вортикс наглую третью хату ставит в наглейшем образом сейчас тоже байлент нест, мув чуть-чуть медленнее чем у блая делается блая сейчас пушить опасно потому что бежать далеко, то есть можно отдаться на этом моменте третью хату блай пока не заказывает блай хочет видимо лейер сделать пораньше, потом уже третью хату забегает вортикс лингом видит байлент нест блая это все что ему нужно знать он убегает лингом сейчас блай четырьмя прибегает, хату четырьмя не отменишь, естественно заказывает еще некоторое количество лингов 14, блай решил пушить, бейлент басить ну блин, здесь то фактически то же самое у вортикса только хата строится нужен ли этот бейлент баст блаю? вортик 4 бейна делает и блай 4 делает ну вот в итоге из такой из такого далека просто блай пушит сейчас даже бейна не успел принять что ж не пруха то такая а вот это уже не не пруха это уже косяк называется адский причем со стороны блая два бейлингов, два бейлинга еще и еще и лингов слил миллиард по лимиту больше рабочих да заказал блай нужно сваливать сейчас нужно еще лингов заказать ну немножечко вортикса развел лейер заказал то есть дома действует блай гораздо более четко нужно помочь своим лингам во первых блай 8 заказывает а вортикс 8 дронов вортикс сейчас парабан вперед выйдет блай вынужден обороняться то есть можно было все то же самое делать не сливая так много опять блай приходит но это уже разведка проверяет лейера кстати у вортикса нету вот только-только заказан но блай кстати момент заказа по моему спалил сейчас 10 дронов от блая спайр пошел ой 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 очень хороший спайр главное что вортикс до спайра не пришел просто к блаю не пропушил а роучий ё-моё 12 роучий будет блин пуш может быть 71 секунда как же это долго это реально 71 секунда так давайте не будем развивать там всякие национальные вопросы как вы любите почему блай плеток не ставит для меня загадка ставит спайр заказывает роучий пытается с роучами принимать ну бред же ё-моё плетки мутка ё-моё тут такой гигантский пуш идет да блин вортикс это извола пуш просто стрёмный блин делает свой и все хотя блай тут неплохо взорвался кэшем бейлингами ну хватит ли юнитов еще бейлинги выходят реведжер один есть фаерболы обязательно к выкидыванию ну все блай немножечко не хватает хотя роучи много пользователь клавдия сактивировал премиум на ваш канал хватит мутка да пусть ты ни о чем ё-моё блин вот блай сейчас делает все грамотно очень даже лучше б я б сказал у него выход спайр идет и роуч ворон был но если ты строишь спайр то уже нужно выходить муталиска скорее ну или по крайней мере если видишь что пуш идет хотя бы еще плеток добавлять даже если ты роучи строишь ну как ты можешь перемасить такой гигантский пуш я не знаю как по мне нужно было плеток добавить и либо спайра ждать просто таким стрёмным пушем стремнейшим вортиксом просто ну блин обидно прям а пришел и просто блай не смог его принять стремнейший но исполнен круто был конечно спора нет но такие пуши нужно принимать то есть блай побоялся что мутка не успеет и действительно не успевала она и заказал роучи по факту когда уже вот на пушу он уже выходил когда а тут идти то понты в итоге личинок для роучи не хватило отменил лэйр даже я не заметил что он лэйр отменил но это не суть даже было дело но обманул кстати да получается обманул блая спасибо кладю за время но мне я уверен что обязательно нужно плеток было добавлять сейчас блая блая решил что хватит ему юнитов юнитов не хватило но даже пару плеток бы могли бы решить сейчас ой блин ну теперь я понимаю почему блайк нервно начал отбиваться потому что он пуша не ожидал лэйра не было да не не отбился ребят к сожалению ну что будем надеяться блайк сейчас соберется и 2-2 нужно от блая руины сероса карта следующая гьем м . . . . . . . . Вот так. Ну, просто на отмене лэйра, да, во-первых, сыграла, даже без реверджеров, то есть это чисто ещё с вола этот пуш придуманный. И всё равно не готов. Ну, нельзя таким как бы проигрывать темам, реально. Ну, а что делать? Головская и Ходсовская в Лотве работают некоторые. Так, не туда ставлю два, два вниз, не туда ставлю три. Плёток согласен, надо было попытаться два плёток добавить. Странно, что он не добавил в итоге. Ну что ли? Газ пул от Вортикса и от Блая тоже. Ну, от Блая более ранний, кстати, пул получается. Два дрона отмены в итоге. Два дрона отмены в итоге. Бэллинг Нест Углая, у Вортикса просто лингис. Бэллинг Нест у него газа пока нет, поэтому Бэллинг Нест он не заказывает. Ну, не знаю, за счет чуть более раннего Мува и чуть более раннего Бэллинг Неста у Блая есть шансы в пользу себе это все дело обернуть, но он пока ведь не знает, где оппонент его живет, как и Вортикс не знает, где оппонент его живет. Или знает, погодите. Такое ощущение, что Блай что-то знает. Отбегать пытается Вортикса и прям под Овера попадает, и Овера не видит, что самая печальная Блай сейчас. А Вортикс увидит. Так, 4 Бэйна Морфиса. Слава богу, что у Вортикса Мува еще пока не будет. Выбегай же, Блай, на своем Муве скорее. Вортикс начинает грызть здесь Бэллингов. Прибегает лингами своими. Взрывай 5 сейчас сразу. Так, 3 взрываются, остальные пока не взрываются. Нужно биться. Ну, 3 линга, не бойся ты же Блай, сбрей же ты их к чертям собачьим. 4 Бэйлинга от Вортикса. Блай просто походу не понимает, что здесь то же самое. Это может злую шутку с ним сыграть. Еще 2 Бэйлинга Морфиса. Здесь королева спускается. 30-28, боевого лимита немножечко Блая больше. Так, видит Хату. А у Блая Хата не заказана, к сожалению. Так, здесь неплохо вроде как подразвел. Урывается. Бэйлингов у Вортикса больше нету. Угла А3. Линги дотекают. Вортикс у Лингов троит. Ну, вот что Блай делает? Ну, зачем так нагло всеми лингами бегать-то? Все, Хата готова. Лимита Блая больше. Все, еще 3 дрона заказать. Переходят в макро. Хочет Вортикса бояться заставить. Ну, Хату нужно оставить быстрее. А 300-то нету. Ну, естественно, конечно, могут. Ты ж не прошел квалификацию. Ты можешь же на второй участвовать. Почему нету-то? Хату Блай заказывает. Вортикс очень много лингов строит сейчас. Наш войска. Атакованный. Ну, что, Ортикс выдвигается вперед. Готов ли Блай? Блай что-то не очень готов. Сейчас 2 Бэйна только будут готовы. Сразу дэмэджа навозгрызает. 36-40. Рабочих у Блая больше. То есть, если Блай сейчас принимает пуш Вортикса, для него шанс. Ну, тут что-то Бэйнов немерено. Просто немерено. И Блай дронов строит. Какие Блай дроны? Понятно, короче. Построили дронов. Легенчик, по ходу дела. Ну, смотрим дальше. Пока ничего не понятно. Королева тут Вортикс чудом оставил в живых. Бэйлинги есть у Блая. Бэйлингов нету. Нет, ну, к тебе прессуют у тут. И Блай заказывает 2 дрона. Вместо 4 лингов. Ну, какой вот там смысл? Я просто не понимаю. Ну, все. Вортикс расконтролил. 3-1 Вортикс, к сожалению. К сожалению. Здесь ничего не поделаешь. Ну, что будет Блай участвовать на следующей неделе? 26 дронов на 20. Вот все, сейчас отбейся. Прими как Вортикс. Заказывай боевых юнитов. Все. Там видно же... Или Блай... Так овер же висел. Видел же, что 8 бэйлингов выходит. Гигантское количество. Просто гигантское. Да. Чудом была здесь отбивается. Но рабочих 25 на 16. Ну, конечно же. Те бы 2... Не пожадничал бы 2 дрона. Не заказал бы тех. Было бы 4 линга. Уверен бы, что ситуация другая бы была. Почему настолько... Вот сейчас 3 бэйна может двумя взорвать. Зайчик очень долго думает. Не взрывает их. 31-44 по лимиту. Ну, Блай будет тащить, конечно. Вортикс 7 дронов уже строит. Не, ну Вортикс тут развел вообще. Просто развел. Ну, Вортикс, видите, контроль и четко. Вот он не ошибается. Лингов так нет. Вот тут сколько раз я вижу у Блая. Ему что-то нужно с контролем поделать. Ну, если ты не уверен, что успеешь линга отделить. Вот он бежит контролом. Как обычно делается. Ты обводишь пачку. Кликаешь, сюда бежишь. Через шифт одного отделяешь. И назад сразу же один. Линк набрасывается на бэйлинга. Я вот на этих моментах очень часто видел, что Блай просто не успевает это сделать. И вся пачка гибнет. Как вот здесь, например, было. Вортикс такого не происходит. Нужно как-то, значит, более четко. Надо точить этот момент более четко. Ну что, пока Блай не сдается. 29. Ну, по дроном нагнал даже Блай сейчас. Ну, тут-то, вон, посмотрите, лейер 3. Нет, здесь как бы... Вортикс такие не отпускает. Просто вот в чем проблема. Кто-нибудь, может, отпустил бы, но не Вортикс, скорее всего. Даже не знаю. Нидус сверх поздно делать. Пушить через такую карту. Здесь идти как на другой. Как вообще, я не знаю. На другую карту прийти. Здесь такое расстояние невероятное. Пока Блай идет, там уже хайк будет. Не то, что лейер. Спайр пошел. Блай только-только. Лейер закатывает. Вот, Вортикс срывается. Понимает, что лейера еще даже нет. Вот, вот это игрок, да? Я не говорю, что Блай плохой игрок. Он просто нашим всем остальным. Примерно. Не тренился, в инактиве был. Хотя, до этого, конечно, какой опыт был. Вот в чем дело. То есть, на таком опыте просто, ну, на старом практически. Ну, просто не тренился, из инактива вышел. Сразу первая квалификация ВЦС. Все, ну, ВЦС квалифицировался. Блай делает Нидус. Ну, да, наверное, единственный возможный для Блая шанс. Так, здесь линги на королеву набрасываются. Ну, королеву, Блай. Вот что за ошибки нелепые, а? Линги наверху стоят, ничего не прикрывают. Вообще ничего не прикрывают. Чем Блай в Нидус-то будет садиться? Три королевы? Одна королева у Блая. А, умрующими. Тут шесть муталисков уже заказала. Блай даже этого не понимает пока. Здесь овер. Уже. Даже не надо было опытаться. У меня здесь один бейлинг вообще куда-то. Прошу прощения, микрофон задел, взорвался. Ну, вот. Прилетает Вортикс. Здесь что-то побегло. 58, 116. Ну, Блай, как обычно, до конца гейминг. Это, конечно, правильно, но, блин, такие ошибки печальные. И кажется, да, вот, пул мув раньше. Бейлинг Нест раньше. Ну, прям переживать-то дико не стоит. Почему? Потому что вот СС будет вторая неделя. Там, какого-то февраля она начнет. На следующих выходных. На которые, вот, как я понимаю, будет вторая неделя. У Блая будет шанс, но, блин, где-то две попытки. Нужно сетку пройти, опять в финалы попасть, опять в финалы пройти. Причем, Блай выиграл Дайши с тиранами у него не очень. Выиграл Дайши замечательно. Слил Бротсу, с которым у него лучшие матчапы. Слил Зергу, хотя на Дримхаке разваливал, блин, и Вайлет, и Иид. Ну, Вортикс не слабый оппонент, чтобы поговорить. Ну, видно, что Блай нервничал сейчас. Ну, что, Блай пытается что-то делать. С королевами выходит. 83, ну, 170 лимита. Вортикс с трубочками приходит. Блай держится до конца. Ну, тут уже ГГши. Ну, что, нужно проходить на финалы и наказывать Вортиксов на финалах уже. Решил сразу Блай репку посмотреть. Так, ребят. Что это там Павел Белов ожидает у нас? Оп, дальше Firekick Павел Белов ожидает. Я захожу сюда. Отлично. Ну, дальше Firekick посмотрим. Вторая игра получается. Посмотрим ТЛЗ-шечку. Ну, да, Блай приболевший. Ну, Блай приболевший отыгрывал до этого. Очень круто, поэтому... Да ладно, пройдет и Блай, и Хэпич, короче. Набрать на следующей неделе СНГ квоты просто и все. И просто никто не пройдет. Это печально будет. Без СНГ вообще финал. Да ну, это забейте. Корейцев мало надо тащить. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 Смотрите... Продолжение следует... 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 Хорошо Дайши напрягает. Хорошо. Нау рипера всё-таки потерял. Может, на мейн имеет смысл ворваться. Полетел куда-то Дайши. Здесь хороший вывод. Смотрите, вот прикольно сейчас разводит. Риперами собирается отвлечь армию оппонента. На мейн её завлечь. Это удачно у него получается. Но фаеркейк прям полностью не разводится. И ворваться марикомародёром на вторую базу. Не марикомародёрами, а марикомародёром в единственном числе именно. Врывается. Королева минус. Роущи маловато. Роущи заминусовал. Хорош. Дайши очень грамотный. Врыв сейчас идёт. Но фаеркейка дронов много. Здесь он спасает рабов. Может быть, хату имеет смысл фокус 0. Чё за дронами гоняться? Тут лучше 100 кп оставалось. Нужно было фокуснуть. Мародёра назад нужно его отконтролить. Ну, хотя он мариком даёт атаковать. А время... В это время дайши ещё меньше оттает. 7 дронов минус. Так, гранатки выставляются. Там всё взрывается, подкидывается. Но дайши и хату успел убить здесь тоже. В том числе. Нужно уходить отсюда. У фаеркейка 1.1 делается. Рабов всё равно больше на десятку. Или имеет примерно равный. И... А, третий ццшки нет пока. То есть пока дайши не собирается выходить на золото. Можно принимать его на золоте. Фаеркейку будет. В принципе, учитывая то, что это двухбазовая тема. И если дайши сейчас на стимпаке на первом врыве там демеджа много не нанесёт, то для фаеркейка всё хорошо. То есть, фактически, дайши разменял свою армию. Ну, экономики-то нету самого. Ну да, хэпич у рипера с его контролем. Риперы хороши бывали. Я не знаю, почему он риперов не хочет потренить. Тимпач со дайши идёт вперёд. Фугасов нету. Один из ключевых грейдов для мародёров не делается. Закукусил хату дайши на стиме. И сразу же на мейн врывается. Передрог пошёл на муви. Прямо очень чёткий контроль. Минус ровуч, минус королева, минус дронер. А вот это уже вот чёткий дроп от дайши. Какой дайши апоэмчик? Сейчас 286. Хороший апоэмчик. 2-2 делает фаеркейк. Это то, что единственное. Теперь уже, наверное, что может его спасти. Учитывая, как дальше его штепит. Что дальше плюс 1? А, нет, вру. Дальше же всё ещё третью ццшку не делает. Это не просто может спасти. Это то фаеркейк и спасёт, скорее всего, в этой игре. Потому что у него третье золото есть. Нужно просто сюда раскачать немножечко его. Да, он раскачивает. Кстати, очень много дронов взял со второй. И правильно сделал. Минералы с золота сразу же потекут. Вот, если не репой, то ручьём таким жирным. Главное, чтобы оно пожило немножечко, это золото. Но у дайши плюс атака первая будет. В итоге ситуация будет 2-2, грейды 0-1 дайши. А это совсем жёстко. Если у дайши сейчас прям не прихлопнет фаеркейка до готовности 2-2. Потому что вот сейчас как раз тайминг очень опасный. 1-1 здесь, и здесь атака будет через пару секунд. Да, через 2 секунды и бойк приходит. Дайши фаеркейк принимает бой. Дайши боится видеть, что ручьей много. Блин, мне кажется, что био нормально ободралось. Но дайши почему боится? Он понимает, что баса-то у него одна. И здесь ручьи успевают подойти. Везде ручьи, короче, успевают подойти. 120 дайши, 130 фаеркейков. Фаеркейк держится хорошо, очень хорошо сейчас. Заходит дайши, скан, криптумор выбит. Приходят 2 танка, био, всё-всё-всё сюда подтягивается. Здесь уже через 2 секунды вторая атака, армор через 30 секунд только ещё будет. Заходит дайши на хайграунд. Но танки могут решать, скоро нет. Нескороучи снизу заходят, выманивая сплэш танков. 130, 8, 116. И фаеркейк, похоже, что отбивается. Дайши танк один только законтролил, а второй поконтролить будет. Второй будут корейцы контролить будут. Второй дайши, говорит, на GSL. А я один. И так сойдёт мне достаточно так. Ну, в итоге развалил фаеркейк. И даже, я думаю, если бы дайши и тот танк отконтролил, ничего бы не случилось. Не перевернул бы дайши, скорее всего. Потому что здесь 2-1 было, а у дайши 1-0. То есть на 2 грейда больше. Это очень важно. Золото начинает дайши добывать. СС-шку нужно посадить. Здесь ченджинг стоит. Чёрт побери, какой важный ченджинг, а? Золото начинает отстреливать. Крадок, привет. Марики от дайши на золото хорошо ворвали. Сейчас грейдер 1-1. Фокус идёт хороший. От фаербулок лучше уйти. Но что-то тут прям фаеркик пришёл. И прям дайши даже золото не отфокусил. 105-134. Вот это обидно было. Опять чё-то дальше танк не отконтролил. Танк под муху зачем-то дропнуть сейчас. Он там выдаёт дэмэдж пока. Здесь отконтролил. Ушёл медивак под фаербуллами. Вот многие эти раны кайтят. Но медиваки не контролят. Это не раньше роучи там с чем-то. Или просто роучи. Здесь медиваки нужно отводить, если фаербуллы падают. 60 на 110. ГГ 1-0. Фаеркик. Привет, Васса. Да, последняя пара на сегодня. Вот, еще один раз. Хорошо. Так, ребят На главной, кстати, лежат записи Вчерашнего кланвара, во-первых Во-вторых Вчерашних G-bet Race Wars турнира Где наши играли Интересные там игры Там Блай хорошо отыграл Супера выиграл корейца Можете смотреть Плюсуйте, не забывайте А также на ютубе не забывайте Плюсовать обязательно записи Мои Да и все, потому что нашему ютуб каналу Гудгеймовскому помогают сильно Вот Сегодняшнюю запись тоже, конечно же Я выложу Ну и все, которые смогу, буду выкладывать Насчет завтрашнего дня Я вам пока сказать не могу, что и как Если больше что-то днем, то пострелю Так, Дингит, кстати, 8.54 В 9 утра Дингит завтра будет Турнир Может, Дингит 8 Так, постремить с утра Старкрафт лига, что такое 2000 Видно, что это за хрень такая Китайская пока Хрена тень Поехали А, эскадываем Пруб завтра еще будет Там очень много кланваров, кстати Павел Погарцев, привет У китайцев наших взяли одну карту Это Рева, причем он взял карту у этих Как его Архон модеров китайских Потому что Теран Вик ушел, который должен был играть с Ревой Рева сказал один Буду китайской алимонии против Взял, выиграл 20 баксов Ну, это и карта, и очко одно То есть 4-1, получается, у нас было А в бо-3 1 на 1 Никто карты не взял Ну, там слишком с пингом, конечно, жесть была Следующий шоу-мач будет Не будет на 1 Карклон 87 Все, конечно, замечательно Но Оскорблять не надо никого Дело не в расе Особенно в игре Да и в жизни Тем более А в прокладке между рулем и сиденьем Как говорится Мув пошел У Фаеркейка Ведет 1-0 Он Хорошо Отыграл предыдущую игру Дальше ставит факту ЦЦ-шка строится Тво-марика Здесь у нас КСМ-очка Идет в разведку Сейчас дальше Увидеть, что делает его оппонент Что делает его оппонент Так Сćй Реву равно 1 очко, а мне больше и не надо. Ревчик, я думаю, так скажет. Да и все так скажут, нормальные люди. У Дайши делается стимпак. Такое ощущение, кстати, интересное. Билд сверхчизовый какой-то. Я как понимаю, это прессинг вот отсюда по направлению с мейна, возможно, отсюда. Либо отсюда, вот отсюда, откуда-то. Каким образом будет прессинг выглядеть? Это будут марики, охраняющие танки. Танки будут с медиваками и будет все это развиваться постепенно. Причем не просто охранять, еще и на стимпаке охранять. Так, марики и овера убирают. Заходят дальше к третьей базе. Так, не надо марика-то отдавать. Ну, два марика или даже три я отдал сейчас. Три, да, отдались. А зачем? Не зачем было. Особенно, если выход собирается дальше. Хотя нет, третья СС-шка пошла. Ну, это, наверное, и выход будет, и третья СС-шка, и переход макро постепенный. После выхода. Как даже я бы не сказал, что постепенный. Наоборот, то есть полухалява, но... Но, то есть как бы как расчет. Это не халява получается. Но это и не сейв, по идее. Потому что сейв это когда ты игры делаешь. То есть и оборону небольшую, там, да, как бы, и контролишь немножечко. Здесь именно должен прокатить вот этот подпуш от Дайши. И тогда эта халява, этот сейв, точнее это агрессия даже, наверное, превратится. Сейв-агрессия даже так вот, я бы сказал. Превратится в дикую халяву, если демэдж получится нанести. Вот Дайши приходит. А почему он марика не берет с собой? Вот это бред. Что, здесь столько мариков стоит? Так, танки напрягают. Здесь 9 муталисков, 10. Все, Дайши танки не прикрывает. Эта потеря сейчас танков будет. Просто нелепая на самом деле. Так, марики танки прикрывают. Мариков уже нет смысла сюда брать. Прилетают еще марики. Здесь королевы мутко, марики криво под королев дропаются. Зря сейчас не фаеркейк, не трансфюзил. Хотя, может быть, трансфюза не было, но Дайши привез мариков поздно, но все равно успел танки защитить. Но танки, конечно, полудохлые, вообще полудохлые просто. В итоге, да, фаеркейк отбывается. 94 в 60 с чем-то лимит. Не превращается агрессия в адовую халяву. А превращается сейчас в кошмар для Дайши, потому что третью ЦЦшку он рановато сюда перевел. Дома еще отбиться нужно для начала. Дома отбивается. Сразу же мариками отогнал. 1-1 грейды делаются. По грейдам впереди Зерга. Если сейчас Зерга третью не будет напрягать, и Дайши спокойно ее займет, то тогда преимущество по экономике будет. Потому что рабочих ровное количество сейчас. Что нужно Дайши, ему медивак нужно добавлять. Вот он понемножку и добавляет. Так, секундочку. Да, прошу прощения. Думаю, дверь не закрыт. Будет уже в хате. Там просто маме показалось, что кто-то ходит. Ну что, Мулу в Дайши накидал реально много. 115, 109, 1-1 у Файеркек. Дальше 1-1 уже есть Армори. Просел немножко по таймингу Армори. В итоге 2-2 сразу не закажет. Но достаточно быстро тоже. Да, пошли 2-2. Вот Армори только наделать сразу. Дальше 2-2 заказывает. Копится 109, 118. Здесь четвертая уже у Файеркек. И в этот раз Файеркек не играет в роучи реведжеров. Играет милишная и грейды в линго-бейлингов, муталисках. Стимпатча с Амори. Криптумары выбивает Дайши. Идет Файеркек вперед. Дайши улетает. Пару Мариков забыл, оставил. Но остальными всеми успевает свалить. Но Либераторы через атаку летят на мутку. Согрелись. Минус 2 Либератора на ровном месте просто. 148-124. 2 танка у Дайши есть. 1 вообще-то что-то, по-моему, не особо прикрывает. Что-то здесь даже туреток вообще нет. Вот только первая заказная. И мутка начинает наваливать опять. 11 муталисков есть. 5 еще в продакшене. Сейчас было за сколько у нас. 16 муталисков. Ну, логично, да? Арифметика просто. Может быть, 5 было в количестве 11. Я пока переключал. Они просто вылетели. Учтены нет. Это более отдельное от 11 муталиски. Ну, все. 16. Ну, тут пошел Файеркек вперед. Дайши, кажется, куда-то улетел. Счастью, Мариков. Да, он улетел на мейнг. Файеркек. Либераторы выходят. А представьте, были бы те 2 живых было. 4 сейчас. Вот мутка в стеке. Какой демэдж гигантский. Либератор 1 даже нанес. Здесь второй есть. Ну, Файеркек залп убивает. Вот если на 4-х Либераторов такой стек сделать, с 2-х залпов мута вся углевает. Контр-дроп, который ничего не решит в итоге. 80 лимита на 130. И дальше сливается. 2-2 грейды доделать не успел. 2-0 Файеркек. Что-то у Дайши с Зергами проблемы какие-то, по-моему. Пятая хата здесь уже добывается. 88-147. Атака. Последняя надежда такая у Дайши на 2-2 грейда. Кстати, 30 сэшки есть. Может быть, вообще не нужно атаковать грейды. Это хорошее. Посидеть, покопиться немножко. Попытаться на макро перевести. Ну, тут, конечно, какую макро. Уже 5 бас. Все, Файеркек убивает. Но это точку Дайши в игре поставил. 69 на 150. Более чем двухкратное преимущество по лимиту. Конечно же, сейчас Дайши просто развалится. При атаке в лоб. Может Файеркек. Часть на мей залетает. Часть здесь. На мей рывается. Начинает пристройки. Постреливать БГ. Пишет Дайши. Понимая, что он ни мутку не может отбить. Ни врыв в лоб. Ждем третью игру. Сможет ли дальше взять хоть что-нибудь. Или это все уже. ГГНчик полный. Пока я без понятия. Пишет Дайши. Пишет Дайши. Так. Пишет Дайши. Пишет Дайши. Продолжение следует... Продолжение следует... Похоже, что Firekick доведёт дело до логического завершения, но может быть и не доведёт, не знаю. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Роуч Ворону, фаеркик, это подкуш с реводжерами. Это очевидный абсолютно момент. На факте лаба строится. Но нужно обязательно заказывать танк, чтобы вот это все принять. Закажет ли сейчас танк у нас? Дальше прошу прощения. Я не знаю. Марик что-то проверяет. Ну вот же овер влетает. Ну видно же, что все. Видишь же, с ксилнаги, что овер сюда летит, ну вот и не встречает. Корейцы встречают оверов. Не заметил, смотрите, к факту в фаеркик. Это шанс, это шанс. Что, титану передать? Передай ему пульсов на Т. Ха-ха-ха. Так. Либератор строится. Танк есть один. Ну что вы, фаеркик не пошел ровующими вперед. Кажется, он понял, что здесь его уже ждут. Заказан стимпак. Опять достаточно ранее у Дальше. Ну что, прилетела Банша, но здесь-то королева легко, очень легко достает, что называется. Тьфу, Банша, конечно, Либератор. Королева зашла, сейчас будет пиу-пиу. Нет, пиу-пиу не будет, потому что все равно здесь королева нормально достает, даже вне рейнджа. Есть реведжер один, кстати, и у... столько у Либератора хп, что одна... у реведжера как раз будет достаточно. Чудом повезло королеве, КД Либератора не успел пройти. Кстати, я вот хотел посмотреть, какая скорость атаки у Либератора. У Марика 0.61, у Танка... Блин, самое интересное, что Марик без стимпака ненамного быстрее, чем Танк стреляет. Здесь 0.74, здесь 0.61. С стимпаком там уже совершенно другой разговор. Плёточку на всякий случай себе ставят. У них фаеркик. Марик им пытается дальше королеву забрать. Набежала, набежала лингов миллиард. Роуч пришли, королеву не забрал в итоге. Здесь один Марик. Напоследок кольнуться успел. Красавчик. Пацаны одобряют. Выходит, выходит сейчас армия основная Дайши. Нужно танки раскладывать только. Так, сканит Дайши. Неужели он через этот проход собрался ворваться? Он не просто собрался, он уже врывается через этот именно проход. Да. Врыв, что надо в кавычках. 66.04 по лимиту. Один танк здесь. Короче, просто в хлам. А! Здесь забегание было. Я прошу прощать, почему Дайши так жестко отдал. Потому что здесь и забегание. В итоге это двойная отдача получается от Дайши. Здесь Марик что-то бегает. От лингов пытаются бежать. Танк просто. Ну а что? Вызываешь огонь на себя, если на лингов. Ну, может тебя, конечно, тоже накрыть. Так и получилось. Хотел бы на Марс полететь. Хотел бы, но не в один конец. На Батлкрузере неплохо было бы, да? Или на Мазершибе. Вообще неплохо. А вот в Овере не очень как-то, по-моему, было бы. Ну что, дробщик от Дайши, 120-76, идет медленный пуш. Вообще, Дайши не хочет свои танки контролить. Бункер вычинивает, конечно. Танки успевают законтролить все. Здесь Марики прикрывают. Какой же сплэш здесь получает? Фаеркик? много слишком трансьюзов. Если бы дальше еще танки бы контролил, был бы вообще молодцом. Здесь медиваками дропы, кстати, неплохо подхарасили, но, к сожалению, это ГГНчик. Это видно по лимиту, 60-106. Вот идеально с контролем здесь, Дайши там, чини идеально, танки идеально уводи и фокуси идеально. Был бы шанс отбиться, потому что три танка были, тут в таком узком пространстве все заходило, что танки там просто невероятные демеджики наносили. Сейчас не королев нужно долбить, нужно реводзеров, чтобы они фаерболы на хайграунд не кидали. Так, танк дальше за контролем, 63-105, нет, вот сейчас, если дальше кстати можно пытаться, смотрите как через рампу заходят, фаеркейки отдаются. Ну это шанс для Дайши, но слишком что-то по лимиту много фаеркейков все равно. Еще один танк сиджится, нужно перевозить еще один вниз, королеву пробрил, ксмками нужно вычинить танк, еще один танк вперед полетел, мы куда-то, вот дальше что-то прям, ну только отбился и сразу вниз такой, типа да, все нормально, прямо я тут царь в этой игре, да нет, нужно, блин, аккуратнее действовать, куда вниз-то так спешить, еще на мэне, тем более минералы есть немножечко даже, так, ровущий фокус хороший, как их там разрывает, бедняк просто, а? ЦЦ-шку пытается фаеркейк фокуснуть, фокуснуть не получилось, слава богу, 43.89, но здесь четвертая хата уже есть, ЦЦ-шку, дальше третья есть, посмотрите, сколько в ней энергии, это миллиард, миллион, миллиард мулов просто, миллиард миллионов не хотят сказать, нет, уже перебор, ну, я подустал, тут и миллиард миллионов, танк криво вниз тропается, фаеркейк просто нахрапом берет, дальше, дальше перестал контролировать, ну, лимиты близки, боевой лимит вообще близок, ну, спасай ты танки, блин, не хватает контроля дальше, не хватает, мулов не снабилял, куда ты, е-мое, здесь кончается, конечно, можно на мейн мулов кинуть, здесь еще по три сотки, просто побольше носить, GG, 1-3 дальше, делаю стоп-старт записи, врубаю, ребятки, хотя нет, давайте итоги подведем для начала, отборочных, по верхней части сетки проходят два процесса, по нижней части сетки проходят два зелька, к сожалению, блайни в их числе, будет играть на неделе два, ну, а дальше единственный тиран ни при чем, остается не в удел, стоп-старт, ребятки, который просил на shares, который сетки degлеем, а теперь нужно кbilder, поенным 명확но, чтобы это не былоUA, линии, Продолжение следует...